Омнамо Бхагавате Васудевая Омнамо Бхагавате Васудевая Омнамо Бхагавате Васудевая Сегодня мы закончим обзор пятой главы Бхагалабгиты В прошлый раз мы закончили стихом девятнадцатым Нам осталось десять стихов в пятой главе, двадцать девять стихов Давайте вспомним коротко контекст, чему посвящена пятая глава Пятая глава является синтезом третьей и четвёртой главы Потому что третья глава это йога деятельности, карма йога Четвёртая глава это йога знания, гиана йога И мы говорили о том, что мы рассматриваем знания и деятельность По отдельности, только исключительно ради изучения Потому что в жизни нашей знания и деятельность всегда смешаны И как они смешаны, как они соединены Для чего дети должны ходить в школу и получать знания? Для того, чтобы их деятельность была деятельностью более высокого порядка То есть они должны обрести некоторое знание И на основе этого знания их деятельность станет более качественной Для этого знания само по себе, как некая такая вещь в себе Она не имеет ценности То есть знание, оно именно нужно для того, чтобы повысить качество нашей деятельности И даже если человек не учится Не учится формально, допустим, никуда там не ходит Никакие образовательные заведения А деятельность так подстроена, что даже совершая её, допустим, ошибочным, глупым образом Человек учится Говорят, учится на ошибках Мы бы приводили в прошлый раз пример Что человек не в том месте, допустим, дорогу перешёл Совершил неправильное действие в невежество Раз, ему штраф, предположим Теперь он узнал Он получил знания в любом случае Вот, поэтому так всё построено, что деятельность рождает знания Всегда, даже если вы нигде не учились Просто что-то вы делаете Вот первый раз их начали делать Вот, и что-то там делали-делали-делали Вы сделали какое-то дело Но для этого мы всегда что-то привели какое-то знание Как это делать, понимаете? Вот, поэтому знания и деятельность, они всегда связаны Вот, и так деятельность порождает знания Знания улучшают качество деятельности Поэтому они неразрывны всегда Всегда Вот, но когда люди обладают просто материальным знанием Знанием в каких-то технологиях Там, ну, обычное материальное, техническое, может быть, знание какое-то Вот, оно позволяет грамотно действовать в какой-то, может быть, материальной сфере Но оно не решает самого главного То есть оно не позволяет живому существу все-таки возвыситься на материи Поэтому, кроме просто какого-то технического знания Знания о том, как работают материальные стихи Как нам какими-то технологиями владеть Там, дом построить Или человека выучить Или что-то еще Кроме вот таких, такого знания Утилитарного, прагматического знания Должно быть тоже чрезвычайно практичное знание Но о другой природе О природе души И вот как раз этому знанию была посвящена четвертая глава Бхагавадгиты Где Кришна рассказывал о своей природе Как он приходит в этот мир Для чего он приходит Арджуна сомневался там, значит Как Кришна мог рассказать эту науку йоги Вивасваму Который явился раньше него И поэтому Кришна стал объяснять ему Что его явление в этот мир Это не то же самое, что явление обычного условленного существа То есть основное знание Это знание именно о Боге И знание о душе Оно уже легко вытекает в знание о Боге Очень тяжело изучать науку души без Бога Потому что всегда будут какие-то определенные аргументы Контраргументы, какие-то будут споры Откуда берется жизнь Она берется из материальных элементов или не берется И поскольку жизнь, душа, она сама по себе невидима То вот одним кажется, что духовное знание вполне логично Другим кажется, что эволюция дарвинская вполне логична То есть вот просто попытка как-то проразгласить душу Отдельно от Бога Она имеет место, но она не столь убедительная Но когда люди принимают высшее существо Тогда душа становится, естественно, более понятной Просто потому, что это частица Бога Вот все Если мы поняли большое, меньшее или частицу Понять всегда легче Если же мы пытаемся понять эту частицу Вне контекста или без связи с Богом Это всегда будет сложнее Поэтому вот эти вот споры с учеными о том, о сём Значит, вот там, значит, ну, правопатно эти разговоры Его жизнь происходит из жизни и так далее Предны, они кажутся очень убедительными Материалистам вообще не убедительными Вообще не убедительными Их невозможно, что они совершают Вот, потому что материальный мир двойственный Это обозначает, что любое явление можно осознать минимум с двух сторон Вот, и они говорят Ну, почему не может быть такого, что сознание происходит из материи? Если вы покрутили педали, возникло статическое электричество Вот его не было, вот оно стало, да? Почему не могут на каком-то этапе, допустим, каких-то материальных взаимодействий возникнуть сознание? Они не могут этого создать, но также это трудно, допустим, опровергнуть Вот, при этом у них уже своя система координат Им кажутся эти все вещи логичные У других людей другая система координат Им очень трудно что-то доказать Но, когда провозглашается существование высшего, разумного, всемогущего, вездесущего существа Вот, тогда душа, она уже как естественное производное Приняли Бога, все остальное естественно, легко Вот, поэтому в четвертой главе Бхагавадгиты Кришна говорит не столько о душе, сколько говорит именно о себе Вот это вот духовное знание в его высшем выражении Вот, духовное знание в ее низшем выражении, это знание о душе Духовное знание в высшем выражении, это знание о Боге Если есть знание о Боге, знание о душе, оно естественно следует из этого знания Знание о Боге Итак, вот, когда теперь вот это духовное знание проникает в деятельность человека Деятельность человека преображается полностью И вот, пятая глава, она как раз и описывает состояние человека Его отношение к жизни, его образ мысли, его деятельность, его позицию по отношению к разным явлениям в обществе, к другим живым существам Именно через призму этого духовного знания Вот в этом контексте мы сейчас эти все стихи будем читать Вот эти последние стихи пятой главы, они прятны, могут показаться такими немножко скучноватыми Что где-то даже какой-то такой, знаете, имперсонализм, не персонализм То есть там о них, собственно, в них о Боге мало что сказано Только в самом последнем стихе, там уже как бы Кришна провозглашается как властелин всего А вот стихи, ведущие к этому, они могут показаться такими немножко скучноватыми Что он, как бы, знаете, трансценденталист, он такой, равно расположенный к тому и к всему Он от всего отрешенный, погружен внутрь себя Вот такой, знаете, пупогляд, вот он на свой пуп смотрит, да, и все И весь мир вокруг него, там, непонятно что То есть такая немножко какая-то вот буддистская концепция Как-то не совсем вайшнавская, да, или где-то какая-то вот такая имперсоналистская Поэтому преданные обычно на этих стихах не сильно задерживаются вот все это Тем не менее, такое сознание, оно является, естественно, не целью Оно является определенным естественным этапом в развитии человека Вот, поэтому его тоже игнорировать фактически не удастся Учитывая, что человек не как сейчас Сейчас вы видите, так сказать, шел, я шел со своими материальными мыслями Вдруг бум, натыкаясь на кого-то преданного, мне раз там это не будет И вся моя жизнь сразу раз перевернулась, понимаете То есть это вещи, которые в былые времена практически не происходили И происходили крайне редко, да То есть раньше знание по-другому распространялось То есть раньше сама культура, само рождение в определенном обществе Оно и было знанием, понимаете Человек уже с рождения в семье, в школе, в обществе Он уже привыкал ко всем этим духовным идеям Это не было для него как обухом по голове, как для нас сейчас, да Шел я себе там в ночной клуб, да, мне предложили Вагавадгид Я думаю, нет, пойду-ка я лучше в храм, да То есть таких как бы поворотов на 108 градусов Ну, раньше как бы это крайне редко происходило, понимаете Сейчас это, других-то вариантов их почти и нет Потому что общество, семья, она не учит людей духовности Вот, поэтому появляются преданные такие как бы антигерои непонятные, да Которые как вот в свое время этот вот конфликт народа и Дакши, да Когда, так сказать, Дакша их готовит к одной программе своих сыновей, да Вот, появляется Нарада Мунинг, говорит Ребята, это все глупости, это все майя, пойдемте со мной, да Вот, и совмянное общество говорит Куда, куда вы уводите вообще наших детей, наших там сыновей, дочерей У них карьера, у них там учеба, у них семья, а вы тут вообще сектанты Вот, то есть это вечный конфликт Дакши и Нарады примерно как бы так Вот, но прямо скажем, что это не совсем здоровое состояние И, в общем-то, Нарада тоже за это получил, прямо скажем Вот, он получил достаточно серьезное проклятие Вот, скажем, поэтому даже Нарада не смог от этого отделаться легко Вот, тем более, так сказать, современным преданным И еще сложнее от всего этого быть свободным от всяких негативных влияний Ну, как говорится, лес рубят, щепки летят То есть все, это неизбежно Поскольку, если раньше общество само людей постепенно подводило в духовной жизни То сейчас получается так, что практически невозможно подвести человека к духовной жизни Не в вырыву из этого общества, понимаете? То есть если раньше само общество способствовало развитию То сейчас оно способствует полной деградации человека И поэтому получается, что его принятие в духовной жизни Это как некий такой вызов обществе, некая пощечина То есть получается, что, ну как, очень трудно совместить Эту материальную деятельность и духовную Которая в идеале, в нормальном обществе прекрасно совмещается Если общество одухотворено, если общество благоцентрично То нет никаких противоречий между, скажем, духовным посланием И каким-то материальным благополучием То есть до поры до времени эти вещи вполне неплохо могут сочетаться Но когда общество, скажем так, агрессивно безбожно И тогда оно в принципе, ну или, скажем так, целью их религиозности Является не возвращение души обратно к Богу А развитие, не знаю, там чего-нибудь, национализма или патриотизма То есть какие-то, ну, другие уже ценности Не духовные ценности, в строгом смысле слова Когда религия стала уже не службой Богу Она службой государству Это не так плохо, если государство тоже, так сказать, в божественном плане находится Но если, скажем, происходит подмена ценностей, подмена понятий Тогда преданные получают действительно какие-то воры такие Которые воруют души, что называется, уводят их непонятно куда Потому что какая-то высшая цель на обусловленную душу Не всегда легко может быть понятным Итак, начинаем мы с 20 стиха Кто не радуется удачам и не огорчается неприятностям Кто обладает невозмутимым разумом Кто не подвержен влиянию иллюзии и сведущ в науке о Боге Тот уже достиг духовного бытия Комментарий Шилы Прахупады Здесь перечислены признаки По которым можно определить человека, осознавшего свою духовную природу Прежде всего, такой человек не подвержен влиянию иллюзии Ибо он перестал отрождествлять себя с материальным телом Он прекрасно знает, что отличен от тела и является частицей верховной личности Бога Поэтому он не радуется приобретениям и не скорбит о потерях, связанных с его телом Такого равновешенного человека называют стхирабудхи Что значит обладающий невозмутимым разумом Такой человек никогда не спутает материальное тело с душой И не будет считать тело вечным или отвергать существование души Обладая этим знанием, он становится способным в совершенстве Овладеть наукой об абсолютной истине То есть поистичь три ее аспекта Брахман, Параматму и Бхагавана Он понимает свое истинное положение И не делает безнадежных попыток сравняться со Всевышним Такой человек уже познал Брахман, а значит и свою духовную природу Это устойчивое сознание называют сознанием Кришны Итак, Кришна начинает перечислять характеристики человека Вот с таким духовным сознанием в материальном мире Не радуется удачам, не огорчаются неприятностям То есть это обозначает, что не то, что человек бесчувственный То есть если, допустим, человека наколоть какими-нибудь седативными средствами Продить его в такой вот овощ, что называется Тогда он тоже будет не радоваться счастью и несколько усилий по поводу потерь Просто вследствие тупости Об этом ли здесь идет речь? Очевидно, что нет То есть в состоянии тамоса или какой-то такой затуманенности, заторможенности сознания Человек тоже равно нужен по всему Но это не является показателем его духовного прогресса Здесь говорится о трансцендентном состоянии Он обладает невозмутимым разумом То есть вот этот термин здесь в самом стихе стхирабудхи Невозмутимый, что это обозначает? То есть он не возмущается Что значит не возмущаться? Возмущение это естественная реакция человека Когда не осуществляются его планы То есть у всех у нас есть какой-то элемент, так сказать, гуны страсти Гуны страсти обозначает Мы занимаемся этим тонким творением То есть мы что-то планируем такое Будет так, будет эдак Куплю, продам, построю, организую там что-нибудь еще Поеду там съем Буду чем-то наслаждаться Или еще что-то То есть это вот естественная деятельность нашего разума Который сотворен из ложного эго под влиянием гуны страсти И поэтому разум всегда, так сказать, активно подкидывает определенные идеи А ум цепляется за них То есть ум рожден с гуны благости Поэтому обладает природой держаться за что-то Держаться, поддерживать Ум поддерживающий А разумом под влиянием гуны страсти Генерирующий природы Он рождает идеи А ум уже, скажем, принимает или не принимает В зависимости от того, насколько он неприятный или неприятный чувство Итак Он обладает невозмутимым разумом Это обозначает, у него нет никакого повода, так сказать В этом материальном мире чему-то возмущаться Потому что у него нету каких-то больших планов, связанных с этим миром Поэтому, когда что-то происходит не по его плану Он смотрит на эти вещи Обычный человек расстраивается Потому что у него был какой-то определенный план И что-то там изменилось Он думает, ну как же так Но человек с таким сознанием Он понимает, что сейчас реализуется не мой план, а план Бога Он понимает, что кроме него, так сказать Еще могут быть какие-то другие планы Поэтому он в этом плане не очень, может быть, такой амбициозный У него нет повода возмущаться Не подвержен влиянию иллюзии Это обозначает Асан-мудхо Мудхо это значит моха иллюзия Мудхо это тот, кто находится в этой мохе, в иллюзии Асан-мудхо обозначает неподверженной иллюзии Что такое иллюзия? Здесь Прабхапада в одном комментарии говорит, что он понял Что он не является телом То есть главная иллюзия, самая основная иллюзия То есть обычно, когда люди говорят иллюзия Они думают, не знаю, какой-нибудь в цирке Иллюзионист что-нибудь показывает А самая главная иллюзия, в которой все живые существа находятся Это иллюзия, когда мы путаем себя с тем, чем мы не являемся То есть то, что в начале этой главы Кришна описывал Как Навадвара Пури, как город с девятью вратами Он говорит, что человек самоосознавший Он открывает глаза, закрывает глаза Принимает пищу, выделяет там что-то еще и так далее Но при этом он понимает, что это лишь чувства Взаимодействуют с объектами и так далее Но сам он стоит в стороне И самая главная иллюзия Это не то, что показывают фокусники в цирке Которые там хлопают и все Самая главная иллюзия, это когда живое существо путает себя Вот с этим городом с девятью вратами Вот, то есть с этим физическим телом И все, что с ним происходит Оно принимает исключительно на свой счет Очень близко к сердцу С одной стороны, это естественно Потому что мы ощущаем себя достаточно ясно в этом теле Вот, но вот это вот ощущение своей отдельности Оно у большинства людей отсутствует Это обозначает, что сила этого духовного знания Она невелика То есть это духовное знание теоретически Теоретическая природа в основном обладает у людей А здесь описан уровень именно практической реализации этого знания То есть когда, ну вот как, допустим, человек Вот он в машине едет Хотя он себя в какой-то степени с машиной отождествляет Но он прекрасно понимает, что там, допустим Загрохотало там что-то еще Вот, какие-то звуки или какие-то запахи Он прекрасно понимает, что это не со мной, а с машиной Он останавливает машину, смотрит что-то там Поднимает там этот самый, значит, капот Или что там, заглядывает куда-то То есть он прекрасно фиксирует Что это все-таки какие-то протезы, происходящие с автомобилем А не с ним Вот, поэтому Вот, человек, который описан здесь В этом двадцатом стихе Это как раз вот и есть человек, который все-таки осознал Что он находится в этом Янтра, Рудхани, Майя, Я Что он находится в машине, созданной из материальных элементов Вот, поэтому он прекрасно различает свое состояние И состояние машины То есть для него эти вещи, они не путаются А когда у людей эти вещи путаются Вот это и называется моха Иллюзия И поскольку здесь говорится, что он сведущий науке о Боге Брахмавит Брахмавит – это наука о Боге То есть он буквально видит духовную природу Вид – это видеть или знать Познавать Брахмавит, знающий науку о Боге Поскольку он постиг науку духовного бытия Вот, то у него все хорошо То есть это обозначает, что он видит все Он видит мир в связи с Богом То есть всегда он видит самую главную часть реальности Жизнь становится страшной Жизнь становится кошмарной или ужасной Когда мы не видим всего в Боге Вот, вот без Бога материальный мир смотрится иногда красиво Там на каких-то фотографиях и так далее Вот, но в основном ужасно он смотрится без Бога Вот, а этот человек Брахмавит Вот, он смотрит на любую ситуацию Через вот это вот осознание Бога И, соответственно, у него нет каких-то проблем То есть это уровень решения своих материальных проблем Через этот вот сильный духовный разум Способность переваривать все те так называемые проблемы Которые входят на шум при помощи духовного знания Это сознание Кришны на практике Не в теории, а на практике Текст 21 Такого человека, свободного от мирских привязанностей Не привлекают материальные чувства и наслаждения Он всегда погружен в транс и черпает радость внутри себя Так человек, постигший свое истинное Я Всего звереточенный на Всевышнем Наслаждается беспредельным счастьем Но это вот то, что современные люди назвали бы Как это называют, эскаписты Или такие вот люди убегающие, так сказать От реальности куда-то там в себя Что все хорошо Они говорят, это практически как наркоманы Это как разновидность наркомании Наркоман тоже курнул там или кольнулся Ему так захорошело И он там где-нибудь здесь сидит в уголочке Такой тихий, счастливый Он говорит, вот предные тоже там что-нибудь такого Они поели, попели, почитали, послушали И все Вот так люди воспринимают То есть здесь рисуется образ человека Такого интроспективного мудреца Погруженного внутрь себя И естественно, что такое состояние Оно обычных, ну оно крайне мало кого привлекает То есть для большинства людей Это типаж немножко подозрительный Вот потому что Что он там себе думает Мы же не знаем Вот люди, которые там Мы с ними поговорили Мы знаем, что у них на уме А вот такие люди, да Они там у себя Чему-то там тихо улыбаются А завтра пойдет там И какой-нибудь теракт устроит Они говорят, да Подозрительный человек Мы не знаем, что у него на уме То есть так обычно оценивают люди Вот эти все вещи Вот Но здесь нужно понимать Что поскольку он знает науку о Боге Вот То и вот эта внутренняя радость Она такой надежной Правильной природы Вот это какие здесь описываются моменты Что он Бах-я Спаршишу К внешним чувствным удовольствиям Асакта Атма Тот, кто не привязан Итак, смотрите Бах-я Обозначает внешний мир Багу Мы каждый день поем, да Бахир-нари-семо Грид-дае-нари-семо И вовне, и внутри То есть, вот это вот Бах-я Или Бахиранда Говорят Внешняя энергия Вот это вот Бах-я Спарша Обозначает Желание потрогать внешнее Потому что Спарша Это тактильное ощущение Желание потрогать Бах-я Внешнее И вот здесь у него Асакта-тма То есть Он Не имеет Привязан У него нет желаний Потрогать ничего в этом материальном мире Понимаете, да Вот То есть Почему Мы узнаем из следующего стиха Потому что он прекрасно понимает Природу этого материального мира Вот То есть Вот эти вот Внешние вещи Бах-я Спаршина То есть Желание Вот пощупать этот мир Со всех сторон То есть Получить внешнее Чувственное наслаждение У него к этому Нет привязанности Асакта-тма То есть Он Душа Не имеющая Привязанности К этим И он Что у него Такое Атманият Сукхам То есть Сукхам Обозначает Он счастлив Чем Атмани Душой То есть Выясняется Что он Откопал Какой-то внутренний ресурс Это как Ну Если так Какой-то современный Грубый пример Привести Допустим Раньше дети Играли Во дворе Все вместе Там Футбол Окей Что-то еще Там Какие-то Игры Сейчас Интернет у него есть Не нужно во двор Он уже Внутренний Пример Грубоватый Ну Понятный Примерно Что Он тоже Играет Он тоже Наслаждается Но он Нашел Другой ресурс Теперь он уже Через какие-то Джойстики Или просто Там Эти клавиши Да Он Через Какие-то Виртуальные Игры Вот и все То есть Смысл в том Что Можно Наслаждаться Внешними Вещами Это вот Бах Я спавш Желание Потрогать Внешний Мир Вот Можно Вот это вот Атмани Яцукхам То есть Внутреннее Счастье Вот Но сейчас У нас Это внутреннее Счастье Это Ну Заменено Внутренним Себи Дома не гуляешь Называется Вот там Весь мир Под ногами Включай Свой интернет Если у тебя Хорошая скорость И все нормально То что хочешь Получаешь Вот Это такая Вульгаризированная Версия Внутреннего Счастья Но Почему Почему Появилась Необходимость В создании Допустим Всего этого Интернета И так далее Откуда Вообще Сама Протоидея Идет Все эти вещи То есть Это все идет От Кришны Потому что Кришна Он Изначальный Создатель Информации И эмоций И он же Дает доступ Он главный Провайдер Он главный Провайдер Обначает Тот Кто дает Доступ Провайдер Дающий Доступ То есть Кришна Дает Доступ К Идеям Он дает Доступ К чувствам Впечатлениям То есть Мы знаем Что Одно из его Имен Говинда Обозначает Тот Кто позволяет Нам Переживать Опыт При помощи Чувств То есть Буквально Радующие чувства Он заодно И коров Радует Говинда И чувства То есть Любой опыт Чувственный Который Переживает Живое Существо Особенно Тот Который Наслаждается Позитивный Будь он Материальный Духовный Тонко Материальный Неважно Какой То есть Кришна Главный Провайдер Потому что Чувства Работают Только От него Только От него Мы что-то Видим Потому что Кришна Видит Мы что-то Слышим Только потому что Кришна Слышит Мы что-то Ощущаем Потому что Кришна Ощущает Наше Чувство Всегда Вторичное Он Его Он сам Себя Называет Господином Чувств Хриши Кеша То есть В 13 Главе Бхагавадгита Это более Подробно Описано То есть Идея в том Что Наша способность Переживать Какие-то Приятные Вещи Чувствами Независимо От того Духовные Или материальные Они даны Богом Вот Поэтому Вопрос Только в том Обращены Эти вещи Обращены Вернее Наши Чувства Внутри Или Наруж И вот Здесь Описан Человек Скажем Такой Ну Ходок В другое Поле Деятельности Ходок В другую Энергию Внутреннюю Атмани Яцукам Вот И это Возможно Только через Такие вещи Как процесс Шраванам Киртанам Смаранам Вот То есть Это Внутреннее Движение Допустим В этом Материальном Мире Чтобы Пережить Нужно Вот И совершить Это Все Чего-то Стоит Это Все Как-то Так Сказать Может Быть Проблематично Люди Пошли Наслаждаться Какой-нибудь Ночной Клуб Там Предошел Показывали Какое-нибудь Огненное Шоу Предошел Пожар Там Все Сгорели Повеселились То есть Скажем Так То есть Вся Даже Если Не так Все Драматично Вот По меньшей Мере Здоровье Ни у кого За эту ночь Точно Не умудшилось Вот Потому что Все Что они Там Едят Ют То Чем Они Там Занимаются Это Явно Подкашивает Их И Физическое Состояние И моральное Состояние Но Сам Этот Опыт Позволяет Им Пережить Им На Кришне Итак Вот Это Атмани Яцукам Способность Испытать Виндати Они Испытывают Атмани Яцукам Утренний Вкус Причем Написано Что Такого Человека Свободно От Мирских Привязанностей Не Привлекают Материальные Чувства Наслаждения И Не Просто Не Привлекают Потому что Он Всегда Погружен В транс И черпают Радость Внутри Себя То есть Он Не Лишен Вкуса Обычно Идея Контроля Чувств Нас Очень Сильно Расстраивает Потому что Контроль Чувств Обозначает Нельзя То Нельзя Все Куча Разных Запретов Живой Чувствует Себя Ну А Как Жить То Чем Здесь Объясняется Что Это Скажем Так Свобода От Потребности Бах Я Спаршила Потрогать Внешний Мир Она Достигается Тогда Когда У человека Обретается Этот Внутренний Опыт Внутреннего Опыта Нет Или Не Хватает Хочешь Не Хочешь Он Будет Компенсировать Материальным Опытом Вот Поэтому Здесь Невозможно Скажем Так Ну Какие-то Следования Ограничительным Принципам Оно Тогда Становится Скажем Так Естественным Или Нормой Жизни Когда Живое Существо Вот Именно Приобретает Именно Этот Внутренний Опыт Если Этого Внутреннего Опыта Не Приобретает И при этом Старается Внешнего Ограничивать Долго Оно Не Протянет В этом Состоянии Начнется Какое-то Либо Лицемерие Либо Какие-то Срывы И так Далее Вот Поэтому Здесь Нужно Очень Четко Понять Что Есть Две Энергии Внешняя Внутренняя Живое Существо Частится В утренней Энергии Но Маленькая Поэтому Имеет Тенденцию Попадать Под влияние Внешней Энергии Это Состояние Обусловленное Души Духовная Практика Ставит Свою Целью Из обусловленного Состояния Перевести Нас обратно Самовное Состояние И Эффектом Этого Является Как раз Высший Вкус То есть Как мы Узнаем Что мы Оказались Во власти Духовной Энергии Как мы Это Почувствуем Через Этот Более Высокий Опыт Через Более Высокий Чувств Без Этого Это Я бы Знать Как вы Узнаете Что вы На юге Оказались Вам Тепло Раздеваетесь То есть Если вы Сюда Летели Допустим Из холодной Страны Вы оттуда Вы летали По полной Согласно Той погоне Но когда Вы сюда Приехали Вы говорите Все Шапка Шуба Неактуальна Все Вот так Вы узнали Что вы Оказались По опыту Все Реально Здесь Жалко Здесь Другая Одежда Все Другой Климат Точно Так же По Именно По Более Высокому Вкус По более Высоким Интересам Человек Чувствует Что он Под глянем Какой-то Другой Энергии Находится То есть Допустим Все Мы когда-то Ели Бол знает Что Далеко Не Вегетарианские Блюда И они Казались Нам Вполне Аппетитными Был Такой Вкус Соответствующий Агуна Но если Предположим Сейчас После Программы Предложить Что-нибудь Такое Из То есть Это Обозначает Что Духовный Вкус Он Уже В какой-то Степени Победил Он Уже Победил На уровне По меньшей Мере Двух Вещей Смотрите Как Наши Чувства Устроены Самое Грубое Чувство Это Обоняние Потому Что Связано С самым Грубым Элементом Земля Земля Это Микрочастицы Пыльца Какая-то Которая Воздух Это Элемент Земли Итак Мы Победили Чувства По меньшей Мере На Двух Уровнях На уровне Ароматов Элемент Земли И на уровне Вкусов Элемент Воды Допустим Есть Пищу Еще какие-то Запахи Сейчас Вам Дайте Ароматно Пахнущий Шашлык То Запах Его И вкус Его Он Придан Будет Противен Итак То есть На уровне Элемента Земли И на уровне Элемента Воды Можно Сказать Чувства Побеждены Элемент Допустим Элемент Огня Элемент Огня Это Форма Нам Можно Обладать Какую-нибудь Облазнительную Форму И она Может Не Показаться Противной Это Обозначает Что На уровне Зрения Еще Может Быть Привязана С Каким-то Мышь Форм На уровне Прикосновения Элемент Воздуха На уровне Звуков Элемент Эфира То есть На уровне Двух Грубых Элементов Двух Благодаря Огню Мы Видим Формы Формы Элемент Огня Прикосновения Это Элемент Воздуха Тактильные Ощущения И Звуки Элемент Пространства Или эфира То есть Мы Скажем так Прошли Два Первых Варианта И теперь Скажем Два Первых Уровня Идем Дальше Но Сам Факт Что Уже Допустим С уровня Материальных Запахов Материальных Вкусов Преданные Уже Поднялись На Духовный Это Очевидно Это Никому Доказывать Не нужно Все Остальное Это Нужно Понимать Такую Вещь Что Чем Тоньше Элемент Тем Сложнее Его Победить Потому Что Он Более Тонкий Более Тонкий Поэтому Труднее Преодолеть Привязанность К Формам Труднее Преодолеть Привязанность К Прикосновениям Тактильным Ощущениям Труднее Преодолеть Привязанность К Звукам Всевозможным Вот И Так Все Устроено Что Звук Включает Все То есть Мы знаем Эту Историю Допустим Падения Вишвамитры Вот Когда Индра Подослал К нему Менаку Он Сидел С закрытыми Глазами Медитировал И Звук Колокольчиков На ее стопах Он Услышал Звук Вишвамитра Открыл Глаза Увидел Форму И забыл То есть Цепочка Падения Очень Простая Начинается Со звука Он Услышал Звук Открыл Глаза И все Форма Поглотила Полностью Поэтому Здесь Нужно Понимать Что Наиболее Тонкие Элементы И Соответствующие Им Образы Звуки Формы Прикосновения Они Наиболее Сложные Для преодоления Потому что Они обладают Более Тонкой Природой Но Путь Преодолению Тот же Самый Опять же Через Звук Но Звук Другой Природы Духовный Звук Поэтому Чем Больше Мы Контактируем С Духовным Звуком Тем Меньше У нас Будет Действовать Цепочка Соблазна Которая Начинается С Материальных Звук Таков Таков Процесс Другого Нет Итак Значит Этот Человек Он Всегда Подружен В транс И черпает Радость Внутри Себя Так Человек Постигший Своё Истинное Я Всегда Средоточенный На Всевышнем Наслаждается Беспредельным Счастьем Смотрите Его Счастье Названо Беспредельным Сукхам Акшаем Ашнуты Акшая Обозначает Нисчерпаемое Есть В Южной Девтиру Патти Повно преданно Эту программу Проводит Food for life У них Называется Акшая Патра Вот Это Значит Неисчерпаемая Неисчерпаемая Кастрюля Буквально Патра Это Некая Ёмкость Такая Акшая Патра Это Неисчерпаемый Сосуд Неисчерпаемая Ёмкость Каждый день Все школы Тирупати Кормят Ну там Конечно Уровень Уровень Их Миссии Запредельный Беспредцендиант Реальный Масштаб Очень крупный Небольшой А гигантский Прямо скажем Весь город Реально Просадно Кормят Все Тесты по Багавадгите Они там Даже Какие-то Правительство Платит стипендии Людям Которые Сдали Тесты по Багавадгите Проводят ИСКОН ИСКОН Официально Учрежден Государством Принимать Экзамены На знания Багавадгиты Потому что Это Высшая Религия В Южной Индии Другие Религии Проповедовать Нельзя Под страхом Тюрьмы Там Прямо Написано За проповед Другой Религии Срок Вообще Сразу Зарежут То есть Там Очень Жестко У них В этом Плане Нравится Кому Не нравится Ну там Так Вопрос Поставили То есть Идея О том Что Акшая Обозначает Неисчерпаем И так Смотрите Что же С ним Происходит С этим Йогом Он Сукхам Акшаем Ашнуте Ашнуте Буквально Человек Пьет Ашнуте Сукхам Акшаем Что счастье Его Сукхам Оно Облагает Природой Акшая То есть Оно Не имеет Границ То есть Это Какие-то Вещи Такие Которые Пока Может быть С нашим Духовным Опытом Не соотносятся Нам Повезло Если Какой-то Отблеск Духовной Эмоции Где-то Как-то Пережили А здесь Описывается Человек Который Брахма Йога Юг Татма Занят Брахма Йогой То есть Контактом Со Всевышним И следствие Сукхам Акшаем Ашнуте И вот Теперь Теперь Становится Понятно Почему Он Бах Я Спар Шев Ас Ак Татма Почему Он Равнодушен К желанию Потроить Внешний Внешний Вот Теперь Понятно То есть По последней Строчке Что Он Сукхам Акшаем Ашнуте Что Он Пьет Беспредельно Это Счастье Теперь Понятно Почему Он Равнодушен К материальному Мену То есть Этот Человек Уже Реально На Другой Стороне Своими Мыслями Своими Чувствиями Он На Другой Стороне На Текст 22 Теперь Кришна Разъясняет Как Он Пришел К этому Известный Стих Эхи Сам Спарши Разумный Человек Сторонится Удовольствий Рожденных От Соприкосновения Материальных Чувств С Объектами Восприятия Ибо Такие Удовольствия Являются Источником Страданий У всех Материальных Удовольствий В Сынкунте Есть Начало И Конец Поэтому Мудрец Никогда Не Тешится Ими Вот здесь Мы Вроде Как Философски Начинаем Понимать В чем Дело Но Какой Должен быть Разум У человека Какой Высоты Должна Внутренняя Культура Что Он Просто Понял Что Материальное Счастье Имеет Начало И Конец И Этого Ему Достаточно Для Того Чтобы Не Соприкасаться С Объектами Чувств Какая Должна Быть Решимость Разума Позже В 18 Главе Бхагавадгита Кришна Описывает Различные Явления В том Числе Различные Виды Решимости Разных Гуна Решимость Благости Страсти Невежества И он Написывает Что Стойкая Решимость Поддерживаемая Практикой Йоги Вот Эта Решимость Обладает Природой Благости Он Говорит Та Решимость Которая Люди Устремляются К Плодам Религиозности Экономического Процветания Чувственного Наслаждения Эта Решимость Обладает Природой Страсти Ну И там Глупая Решимость Которая Не Помогает Человеку Преодолеть Все Решимость Невежества Решимость Оставаться В материальной Природе Вот То есть Какое Какое Качество Разума Потрясающее У людей Что Он просто Понял Что Простую Вещь Но Разум Настолько Сильный Что Это Понимание Никогда Его не Покидает Допустим Я вот Прочитал Этот стих И я могу По нему Лекцию Прочитать И вот На это Время На полчаса На час Мы Можем Вы Полностью Уверены В правде Этого Утверждения Но Допустим Если Где-то В какой-то Другой Ситуации Я могу Помнить Этот стих Наизусть Но Мне Может Не хватать Разума Для того Чтобы Остановить Себя На пути Какого-то Чувства Наслаждения Я говорю Да Я понимаю Атиан Таван Така Он Тья Но все Имеет Начало И конец И что Разумный С этим Сем Не связывается Но Если Я С этим Связываюсь Это Обначает Только Одно Видимо Я не Настолько Разум То есть Или Разум Этот Он Не Является Как Мы Прочитали В предыдущих Стихах Стира Буки Он Не Является Твердым Он Такой Фрагментарный Разум В режиме Аварийного Освещения Минимальный Разум Вы Знаете Основной Свет Отключился Аварийное Освещение В принципе Помогает Ориентироваться Большинство Людей Разум Работает В режиме Аварийного Освещения Минимальное Обслуживание Тела По Минимуму А здесь Мы Читаем О человеке У которого Разум Проявлен По Максимуму То есть Разум Настолько Сильный Что У него Внутри Хватает Силы Нажать На Тормоза Сам Спарша Джа Бхога То есть Это Наслаждение Бхога Которое Джа Рожденный Из чего И сам Спарши Желание Потрогать Материальный Мир Сам Спарша Он Понимает Дух Хайона Эватэ Это Является Источником Духи Духа Обозначает Страдание Мы Все Это Теоретически Понимаем Но У него Такое Качество Разума Что У него Это Превратилось В жизненную Платформу Понимаете Это Его жизненная Платформа Это Вещи С которыми Он На этом Уровне Действует Эти вещи Не просто Эпизодически Цитирует Когда Время Пришло Сих Читать А он Живет На этом Это Его Внутренняя Платформа Плюс Это Поддерживается Не просто Разумом Это Поддерживается Вкусом То О чем Мы Что Говорили Потому Что Просто Декларация Некой Истины Может Быть Даже Какая Гениальная Идея И так Далее Но Если Она Не Подтверждена Этим Высшим Вкусом Ну Идея Хороша Но Она Должна Быть Обязательно Эмоционально Обогащена Поэтому Рупа Гусами Когда Он Написывает В Нектаре Преданности Что Такое Сознание Кришны Это Начинает Уровень Бхавы То Когда Заканчивается Описание Оставленной Бхакти Описание Бхава Бхакти И Там Говорится Что Бхава Это Обозначает Нисхождение Двух Другой луч Хладини Шахти Сам Вид Это Идея Это Познание Теоретическое Логика Знание Информационная Сторона А Хладини Шахти Это Эмоциональная Часть Поэтому Там Рупа Гасами Шила Прабхата Объясняют Что Сознание Кришны Это Соединение Сам Вид И Хладини То Сам Вид Это Философия Скажем Так А Хладини Это Эмоция Вот То Теперь Получается Разум Цельный В этом Сознание Кришны Это Соединение И Правильного Понимания Философского И Эмоциональное То есть Эмоция Обозначает Вкус Вот Это Сознание Кришны То То Кто Думает Что Сознание Кришны Это Просто В экстазе Петь Но При Этом Я Ничего Не Надо Знать Я Просто Пою Это Мое Сознание Кришны Или Кто Думает Что Сознание Кришны Это Просто Пройти Все Учебные Курсы Знать Все Шлоки Там Всю Философию И так Далее Но При Этом Не Чувствовать Экстаза Духовной Энергии И То И Другое Не Является Правильным То есть Сознание Кришны Это Комплексное Комплексное Состояние Когда И Сам Вид И И Хладини То есть И Эмоция И Разум Вместе Мое Состояние Это Сандинь Это Мое Вечное Существование Душа Нетленная Теперь Оно Расцвечено Этими Двумя Лучами Сам Вид И Хладини Вот Это Вместе Их Симбиоз Соединение Называется Сознанием Кришны Когда Я знаю Кришну Теоретически Могу Шлоки Цитировать Всю Философию Могу Складно Изложить И Я Чувствую Кришну Я Люблю Кришну Вот Это Вместе Соединение Того И Другого Это И Сознание Кришны То есть Прабхупада Дал Нам Не Индийскую Религию Не Культ Синего Бога А Он Объяснил Каким Образом Через Правильную Практику Сделать Жизнь Души Полноценной Чтобы Наше Существование Сандини Заполнилось Сам Вид Правильным Пониманием Ихладини Позитивными Эмоциями С Разными С Кришной И Вот Это Вот И Есть Реализация Сад-Читананды То есть Трех 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 Компонентов Или Трех Энергий С которых Душа Состоит Вечность Знание Счастье И Саддана Практика Это И Есть Как раз То Что Должно Привести К Бхаве То есть Бхава Вернее Саддана Определяется Как Занятость Чувств Служения Господину Чувств И То Что Ведет Бхаве Это Называется Саддана То есть На уровне Садданы Требуются Какие-то Определенные Ограничения На уровне Бхавы Они уже Не требуются Потому что Живое Существо Находится На уровне Вкуса Они уже Становятся Естественными Эти ограничения То есть Человек Уже Просто Как Выросший Ребенок Бросает Свои Старые Игрушки У него Уже Другая Реальность Итак Это Очень Важный Стик Сам по себе Который Дает Определение Разумного Человека Что Разумный Человек Это Не только Начитанный И эрудированный Человек А здесь Определяется Разумный Человек Как тот Кто Сторонится От этих Материальных Наслаждений Зная Их Природу Не просто Потому что Там Какой-то Он Дал Аскетические Обед И все Непонятно Гори чего Он Знает Чем Это Обернется То есть В чем Собственно Гори Опасность Этой Бхогель Чувственного Наслаждения Что Такого Страшного В том Что Я Что Нибудь Пью Или Что Нибудь Потрогаю Что Такого Страшного Казалось В чем Дело Как Вечная Душа Испортится От того Что Потрогает Что Что Временное Что Такого Плохого Казалось Бы Не Может Материя Взять Вот Просто Эта Материя Испортить Меня Вечно Как Она Может Ни Как То есть Душа Не Испортится Это Точно Но В чем Жена Проблема Почему Рекомендуется Вот Эта Вот Скажем Такая Дистанция От Обернется Наслаждения А Проблема Состоит В том Что Хотя Душа Не Портится Но Не Болад Таким Свойством Ее Сознание Может Привязаться В другие Ищи Вот И все А туда Там Где Наше Сознание Наше Желание Вот Это И делает Нас Рабами Фактически То есть Сама Душа Она Как Была Частицей Бога Так И Станет Частицей Бога Но Поскольку Она Является Фрагментарной Частицей Это Обозначает Что Ее Сознание Может Попасть Под Влияние И Того И Другого И Поэтому Мы Говорим О Необходимости Определенной Культуры Там Какой-то Контроля За чувствами Избегания Того И Другого Не Потому Что Это Плохо Сво Посидеть Ничего Страшного Небудь Можете Эту Дужу Хоть Заспиртовать Бутылку С водкой Небудь Ничего Ей Она Не Опьянеет Душа Понимаете Но Смысл В том Что Сознание Этого Живого Существа Сознание Оно Под влиянием Гуны Которая Соответствует Этому Какой-то Субстанции Да Будь Какая Была Эта Субстанция Сознание Живого Существа Оно На время Теряет Адекватность Оно Перестает Понимать Кто Ну Как Пьяный Человек Он Не понимает Кто Он Что Он Просто Сейчас В каком-то Таком состоянии Каком-то Иллюзорном Ему Хорошо В какой-то Своей такой Какой-то Глупой Дурашливости О Самозабвении Да Вот Но Потом Когда он Протрезвеет Утром Завтра Уже Будет Другой Уже Будет Оценка Другая Он Будет Пахалки Палки Зачем Я Это Сделал Вот Но Пока Он Сейчас Вот В этом Состоянии Находится Опьянение Да Вот У него Вариант Либо В запой Уйти Такой Бесконечный Продолжать И дальше В этом Состоянии Находится Либо В конце Концов Надо Протрезветь Это Похмелье Горькое Похмелье Отходня Когда Токсины Начинают Из тела Выходить Человек Сожалеет О том Что он Добровольно Себя Отравил Во всеми Этими Вещами Ему Кажется Что Все Это Было Глупо Когда Он Наслаждался Примерно Точно Так же Трезвый Человек Оценивает Наслаждение Чувств Другого Человек Как Наслаждение Пьяного Немножко Неадекватного В низших Бунах Проходящегося И ему Кажется Что Все Нормально То же Самое Что Мы Видим Каждый День Я Смотрю Иду По улице Какая-то Собака Что-то В какой-то Яме Мусловной Что-то Ищет Она Ест У меня Не возникает Желания К ней Присоединиться Я Не буду С ней Драться За Какие-то Эти Объедки Правильно Почему У меня Есть Более Высокая Пища А ей Кажется Нормально Понимаете Вот Меж собой Две Собаки Запросто Подерутся За какой-то Кусок Понимаете Но Люди Не принимают Участия По одной Простой Причине У них Есть Пища Более Другого Высокого А Собакам Кажется Отлично Как раз То Что Надо Понимаете То есть Такова Ее Обусловленность Что В ее Сознании Вот Это Вот Отвратительная С нашей Точки Зрения Полуразложившаяся Какая-то Пища Ей Кажется Вполне Нормальной Очень Съедобной И у нее Даже Отравления Не будет Понимаете То есть Тамос Поддерживает Тамос Тамос Существо Съест Тамос Субстанцию С ним Ничего Не будет Благостный Человек Съест Тамос Субстанцию Он Отравится Понимаете То есть Нужно Понимать Что Есть Соответствие Точно Так же Высшее Существо Само По себе Оно Не Испортится От Контакта С низшим Но Его Сознание Оно На Время Опьянеет Оскернится И Потом Это Живое Существо Обязательно Будет Пережать Негативный Опыт Вот Это И Есть Смысл Слово Дук Хайона Эвотэ Что Это Соприкосновение С материальной Природой Оно Обязательно Даст Реакцию Отдача Какая-то Будет Отдача В форме Негативного Опыта Понимаете И Разумный Человек Это тот Который Видит Обе Стороны Сразу То есть Допустим Кто Из Участвующих В каком-то Разнужденном Чувственном Наслаждении Не знает Что завтра Будет Плохо Все знают Но Сейчас Вот этот Дух Чувственного Наслаждения Он Такой Он говорит А ладно Что будет Завтра То будет Завтра Мы Сейчас Хотим Этого И Все Понимаете Вот Сейчас Этого Хотим А завтра Мы Что-нибудь Попьем Успокоимся И все Нормально Все Токсины Выйдут И все Хорошо Получается Что они Сознательно На какие-то Глупости Идут Прекрасно Понимая Что Будет Может быть Не очень Хорошо Им Завтра Но У них Нет Другого Счастья Другого Типа Счастья Которая Бы Не возвращалась Им В той Или Иной Степени Какой-то Болью У них Нет Другого Варианта Понимаете Поэтому Ну что Ну Такова Жизнь Ну Ладно Ну Что Поделаешь То есть Варианта То нет В материальном Понимании А он Есть И Кришна Как раз Эти вещи Предлагает То есть Счастье Которое Не обладает Вот этой Двойственности Когда мы Соприкасаем Счастье Которое От Прикосновение К материальным Объектам Вот Это то Что Кришна Сначала Подобно Нектару Потом Подобно Ядам И Любой Человек Который Какое-то Количество Лет Прожил В этом Мире Он Имеет Этот Опыт Когда Он эти Вещи Читает Действительно Так Оно И Есть Но Слабый Разум Обозначает Что Он Отключается Когда Я Чувствую Вижу Какой-то Соблазн Наслаждение Для себя В это Время Мой Разум Он Говорит А Ладно Слабый Разум И В этом Человек Опять Идет На поводу Чувственного Наслаждения Наступает На одни И те Жи Грабли И Опять По тому же Самому Цикл С ним Все Происходит Текст 23 Если Человек В своем Нынешнем Теле Научился Сдерживать Позывы Материальных Чувств И Обуздывать Свои Желания И Гнев Значит Он Уже Достиг Совершенства И Обрел Истинное Счастье В этом мире Потрясающий Стих Для Современных Человек Вообще Ничего Непонятно А Счастливый Человек Это Оказывается Тот Кто Научился Сдерживать Позывы Материальных Чувств И обуздывает Свои Желания Извращение Вообще Во всем Себе Отказывает Во всем Обуздывает И Очень Счастливый Сумасшедший Маньяк Непонятно Что Какой-то Неадекват То есть С точки Зрения Современного Человека Это Какая-то Полная Колесица То, что Вес Кришна Говорит Это Полная Колесица Но это Говорит Бог Значит В этом Что-то Есть Значит Нужно Понять Что Здесь Есть А что Здесь Есть Выясняется Что Счастье А то есть Всеми этими Стихами Кришна Показывает Что счастье Оно Лежит Не в той Сфере Где мы Придут Лего Искать То есть Потому что Само по себе Сознание Гуны Страсти Вернее Гуна Страсти Она Всегда Заворачивает Сознание Во внешнюю Среду Гуна Благость Она Всегда Побуждает Человека Быть Таким Немножко Интерспектив Что ж там Куда ж там Смотреть Внутрь То есть Выясняется Что вообще Все внешнее Оно произошло Из внутреннего Выясняется Что материальный мир Он даже творится По шаблону Сначала Сарга Потом Висарга Сарга Обозначает Тонкое Творение Висарга Обозначает Грубое Творение То есть Сначала У вас План Проект На бумаге Потом Он уже Осуществился В кирпичах В блоках В панелях Каких-то Сарга Висарга Тонго То есть Это обозначает Что Способность Ощущать Какие-то Тонкие Внутренние Вещи Это нечто Более Высокое Чем Способность Просто Преоблетать Внешний Опыт И современная Цивилизация Из-за потери Духовной Культуры Из-за Преобладания Ниши Гун Она Вот на то И заточена Что Людям Нужны Обязательно Внешние Наслаждения То есть А где Здесь Какой-нибудь Ну не знаю Там парк Развлечения Люди Рестораны Там Не знаю Что там Аттракционы Концерты Выставки Вот что Мои чувства Задействуют Я хочу кино Я хочу концерты Я хочу Какое-то шоу Я хочу Есть Пить Наслаждаться И так далее То есть Обязательно Вот эта вот Культура Внешних вещей Она не является Искусственной По большому счету Потому что Мы читаем Что Тот же самый Брахман Он там Сидит слушает Там какие-то Концерты И играет Туда Сего Вот То есть Это не является Чем-то таким Плохим Вот Вопрос Только Какова Природа Послания Которые Человек Получает Что он Слушает Что он Смотрит Какое Послание Вот Кришна Тоже Каждый Вечер После Того Как они Пришли Все С пастбища Помылся Брился В порядок Поел Что они делают Читаем Источник Наслаждения Он Смотрит Всякие Представления Не телевизор А там Всякие Друзья Какие-то Фокусы Показывает Что-то Рассказывает Какие-то Аттракционы Какие-то Театры То есть Все То же Самое Как Найдут Себя Обычные Люди Человек Пришел С работы Помыл Руки Поел Все Сел На диван Включил Телевизор То же Самое Понимаете Абсолютно Никуда Ни Там Пошел Где-нибудь Поразвлечься Абсолютно Та же Самая Идея Которая Есть У Кришны И Так же Делают Люди Они Не знают Почему Они так Делают Они все Так Делают Потому что Живое Существо Копирует Бога Поэтому Суть Даже Не в том Являемся Или мы Такими Интерспективными Мудрецами Которые Внутри Себя Это Кино Смотрит Или Мы Это Все Смотрим Действительно Снаружи Как Обычные Люди Смысл Не в этом Потому что Есть Возможность И через Внешнюю Природу Получать Это Высшее Послание И через Внутреннюю А Смысл В том Какое Именно Послание Какой Интеллектуальный И эмоциональный Заряд Он Несет То есть Что Мы Получаем Какие Идеи Какие Эмоции Соответствующие Нашей Внутренней Духовной Природе Или Противоречащие Противоречащие Ей Обозначает Возрастает Иллюзия Привязанность К телу И опять Начинается Деградация Если Это Послание Эти Идеи Или Чувства Соответственно Нашей Духовной Природе Живой Существует Испытывает Что Вдохновение Подъем Эмоциональный Энтузиазм Это Обозначает Что Я получил Послание Соответствующее Той Природе Которой Которая Принвежит Сама Душа Вот И поэтому Культура В строгом Смысле Слова Это И есть Способность Через Музыку Танец Какие-то Там Рассказы Театр Не знаю Что Кино Что Хотите То есть Искусство Это Способность Через Разные Какие-то Культурные Действа Доносить Это Послание До Души Вследствие Которого Она Испытывает Какое-то Новое Духовное Понимание И новые Духовные Переживания Эмоции Вот Это Называется Культура Настоящая И она Есть Вся Она Есть В мире Кришны Она Была В Ведической Культуре Сейчас Делают Все Абсолютно То же Самое То есть Для людей Тоже Доносят Некое Послание Какая-то Музыка Какое-то Кино Какое-то Театр Что-то Еще Но Суть Этого Послания Полностью Изменится Вот То есть Теперь Уже Другие Вещи Которые Как раз Привязывают Людей К этой Внешней То есть Это Превратилась Культура Из Освободительной Деятельности То есть То что Духовная Культура То что Вытягивает Из Поля Деятельности Теперь Эта Культура Она Превратилась В такую Тонкую Форму Порабощения Умов Вот Когда Я посмотрел Первую Серию Какого-то Сериала Думаю Интересно Что же Дальше Будет Все Теперь Уже Я уже Созрел Для Второй Серии Потом Для Третьей Потом Для Двухсотой И так Далее Я думаю Сижу Там Хлопаю Попкорн Запиваю Кока-Кол И Дальше Что Ну И Все Меня Поймали Поэтому То есть Культура Освобождающая Превратилась В культуру Тонко Порабощающая Незаметно И Хочешь Не хочешь Начинаю Уже Цитировать Все Эти Вещи Всякие Крылатые Фразы Там С каких-то Там Книг Сериалов Там Чего-то Еще Что Там Говорят Любимые Герои Все Мудрецы Цитируют Шастры Люди Цитируют Телевизор Понимаете Все Что-то Цитируют Какие-то Мысли Они Удачно Сформулированные Какие-то Шутки Или Что-то Еще То есть Ничего Нового Придумать Нельзя Вот Все То Послание Которое Кришну Дал Ту Культуру Которую Он Дал Она Сейчас Просто Поменяла Поменяла Внутреннее Содержание А Внешне Все То Самое Как У Кришны Есть Или У Бого Так же И у Людей Есть Но Послание Идет Уже В нижних Будах Поэтому Люди Вследствие Этого Не развиваются И деградируют Интересный Комментарий К этому стиху 23 Еще раз Почитаем А если Человек В своем Нынешнем Теле Научился Сдерживать Позывы Материальных Чувств И обуздывать Свои Желания И гнев Значит Он уже Достиг Совершенства И обрел Истинное Счастье В этом мире Комментарий Тот Кто хочет Неуклонно Продвигаться Вперед По пути Самоосознания Должен Научиться Сдерживать Позывы Органов Чувств А именно Побуждение Говорить О порыве Гнева Позывы Ума Желудка Половых Органов И языка Человек Который Обуздал Свои Чувства И ум Называется Госвами Или С вами Госвами Ведут Упорядоченный Образ Жизни И полностью Уладеют Своими Чувствами Здесь Идет Идея Не Отрыва Чувств Объекта А Идея Разборчивости Чувства Должны Иметь Свои Объекты Глазу Нужны Формы Ушам Нужны Звуки Каждому Чувству Нужен Свой Объект Чувства И Вот Эта Деятельность Контроль Обозначает Что Из всего Того Что нам Предлагает Материальная Энергия Мы Выбираем Только То Что Хотя бы Косвенно Связано С Кришной То есть Это Благостные Вещи Косвенно В принципе Все Связано И Гуна Невежество И гуна Страсти Тоже Связано Вот Но Задействовать Низшие Гуны В служении Могут Только Редкие Специалисты Очень Редкие Специалисты То есть Допустим Нужно быть Хануманом Чтобы Скажем так Задействовать Гнев При этом Не скверниться Этим Гневом Разрушить Ланку Или Нужно быть Харидасом Дхакуром Чтобы В присутствии Женщины Легкого Поведения Не пойти На ее Соблазн А наоборот Ее сделать Мы не можем Рекомендовать Это в качестве Рекомендованной Практики То есть Такие вещи Использовать Гуны Страсти Невежества Могут Только Особо Полномоченные Особенно Могущественные Большинству Людей Рекомендуется Избегать Всего Того Что Заряжены Энергией Невежества И страсти Потому что Большинство Людей Не может Эти вещи Использовать А выбирать Только То Что Связано С Далее Неудовлетворенные Материальные Желания Вызывают Гнев В результате Чего Ум Приходит В возбуждение Глаза Наливаются Кровью Человек Начинает Тяжело Дышать Поэтому Прежде чем Оставить Материальное Тело Надо научиться Обуздывать Свои Желания Тот Кто Обладает Такой Способностью Уже Осознал Свою Духовную Природу И обрел Духовное Счастье Каждый Кто Идет Духовным Идея В чем Сейчас Мы Испытываем Счастье Или Радость Ну Какое-то Наслаждение Скажем Наслаждение От того Когда мы Идем на поводу Этих чувств А здесь Описывается Удовлетворение Человека Который Не идет На поводу Этих чувств То есть Допустим Скажем так Мы Сейчас Находимся Под давлением Этого Ума И тело А здесь Описан Человек Который Ум И тело Который Более Низкой Природой По отношению К душе Он Контролирует То есть Вопрос В чем Красиво Заехать В кювет На машине Либо Управлять Не заезжая В кювет Потому что Все чувство Наслаждения Оно Идет В кювет Кювет Обозначает Падение С трассом Мы перестали Ехать Если вы Ехали Ехали Разогнали Такую Скорость Тоже Не можете Управлять Этими Севыми Процессами Бум И уже Классно Поезд То есть Смысл В том Что Падение Обозначает Мы Хотя бы Временно Прекращаем Двигаться В правильном Направлении Вот И поэтому Когда Люди Скажем На поводу Своих Чувств Их Прогресс Ну По меньшей Мере Он Временно Прерывается Вот То есть Мы Сейчас Испытываем Радость От того Что Идем На поводу Чувств А вот Здесь Записан Человек Который Испытывает Радость От того Что Он Сумел Обуздать Чувств Или Одним Словом У вас Радость От Того Что Вы Едете Туда Куда Хочет Лошадь И Радость От Того Что Лошадь Едет Туда Куда Вам Надо То есть Чувства Это Лошади И Вы Говорите Классно Покатались Моя Лошадь Завезла Меня Неизвестно Куда То есть Вы Сели На Лошадь И Не Она Повезла Вас Куда Вам Надо А Вы Оказались Заложником Ее Желаний То есть Современный Человек Это Не Тот Который Едет Куда Ему Надо А Едет Туда Куда Несут Чувства Вот эти Вечи Надо Понять Отличия Что Радость От Того Что У нас Были Какие-то Приключения Мы Поймали Непонятные Из-за Того Что Чувство Лошадь Неконтролируемо Завезла Меня В непонятное Какое-то Направление Либо Радость Все-таки От Того Что Я Использую Лошадь Чувства И Она Служит Мне Исполнению Моих Желаний Нежели Я Служу Желанию Этой Лошади То есть Чувства Вот что Здесь Описано Текст 24 Тот Кто Черпает Часть Наслаждения И Бодрость Духа В себе Самом И чей Взор Всегда Обращен Внутрь Поистине Совершенный Йог Мистик Он Обретает Освобождение И в конце Концов Приходит Ко Всевышнему Парапада Пишет Интересно До тех пор Пока Человек Не откроет Источник Радости И наслаждения В себе Самом Он Не сможет Отказаться От внешней Деятельности Которая Приносит Ему Лишь Иллюзорное Счастье Все Это Первое Предложение 24 Стиха 5 Это Формула Очень Простая Но Очень Емкая До тех Пор Пока Человек Не откроет Источник Радости И наслаждения В себе Самом Он Не сможет Отказаться От внешней Деятельности То есть Идея Какого-то Какой-то Внешней Аскезы Все прочее Какие-то Разные Подвиги И прочее Эти все Вещи Они Не имеют Постоянную Природу Они не имеют Какой-то Серьезной Ценности До тех Пор Пока Человек Не открыл Источник Наслаждения И счастья В себе Если Обозначает Альтернативы То нет А для нас Проводятся Мероприятия Допустим Фестиваль Сейчас планируют Кертон Мел И так далее Это внешние События Украшают Храм Что-то еще И так далее Все будет Ярко Все будет Красиво Все будет Музыкально Здорово Какая задача Какая задача Допустим Дача состоит В том Чтобы в конце Концов Открыть Эти вещи Внутри Самого Человека Чем Это будет Отличаться Допустим От Просто Присутствия На каком-то Там Есть же Фестивали Да материальные Фестиваль Пожалуйста Там тоже Куча всего Люди радуются Слушают Музыкой Одно Другое Третье В чем Отличие Отличие В том Что Там люди Слушают Что-то Материальное То есть Вещи Которые Не имеют Отношения К самой Душе Но Если Допустим Люди Участвуют В духовных Мероприятиях То Хотя Это Внешнее Мероприятие Внешнее Но Оно Ставит Свою Задачу Открытия Внутреннего То есть Как раз То О чем Прабхупад Пишет Что Пока Человек Не откроет Источник Радости И наслаждения В себе Самом Он Не сможет Отказаться От внешней Деятельности Вот В чем Разница Принципиальная Что Вот Эти Все Внешние События Они Ставят Свою Цель Пробуждение Внутренней Природы То есть Открытие Внутри Этого Источника В то время Как Внешние Какие-то Другие Мирские Фестивали Они Могут Быть Приятные Для Чувств Они Могут Быть Радостные Веселые Там Хорошо Организованные Но Они Не Соответствуют Самой Глубинной Природе Души Поэтому Они Могут Давать Какое-то Впечатление Для Чувств Но Душу Они Никуда Не Подымают Душа Не Обретает Автономии Или Независимости В этом Принципиальное Отличие Итак Тот Раскопал В себе Этот Источник Это уже Совершенный Йог Его называют Сайоги Брахма Нирванам То есть Это уже Освобожденная Душа Брахма Бхута Андхигачхать Он достигает Состояния Освобождения 25 стих Те Кто Вышел Под влияние Двойственности Порожденные Сомнениями И направил Ум Внутрь Кто Очистился От скверны Греха Всегда Радеет О Благе Всех Существ Обретает Освобождение И Постигает Истину Вот здесь Уже Есть Элемент Внешней Деятельности Смотрите Он Радеет О Благе Всех Существ То есть Это Обозначает Что Он Не просто Такой Знаете Йог Сам В себе Да А что Он способен Совершать Благо Для других Живых Существ Старва Бута Хите Рата То есть Он Занят Рата Занят Он Занят Старва Бута Хите Значит В деятельности На благо Живых 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 То есть Это Обозначает Что Тот Опыт Который Он Приобрел Он Этим Опытом Склонен Делиться То есть Вкус Это То Что Возрастает Когда Им Делится Допустим Когда Вы что-то Съели Вы испытали Вкус Но Когда Вы угощаете Своего Ближнего Когда Он Ест Он Сейчас Радуется И Вы Как бы Вместе С ним Переживаете Вы еще Раз Переживаете Вот Поэтому Когда Мы делимся Каким-то Вкусом Фактически Это Способ Умножения Своего Вкуса Так 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 Устроен Процесс Итак Это Уже Деятельность Людей Которые Способны Этим Вкусом Поделиться Как И вот Тут Уже Начинается Определенная Проповедническая Деятельность То Что Скажем В некоторых Местах Этого Мира Пытаются Ограничить Миссионерской Что такое Миссионерская Деятельность Это С одной Стороны Распространение Идей Но Люди Могут Идеями Привлечься А потом Они Идеями Могут Разочароваться В каких Случах Они Распроизируются В идеях Если За Идеями Не Последовал Вкус Допустим Я Могу Сделать Идеальную Презентацию Какого Там Продукта И так Далее Вы Скажете А Все Подписываюсь Но Через Какое-то Время Вы Почувствовали Что Просто Я Вас Обманул Идея Была Красивая Но Никакого Вкуса Не Перешли Поэтому Идеей Можно Увлечься В идее Можно Разочароваться И Люди Разочаровываются В идеях Тогда Когда Эта Идея Это Программа Программа Продолжение Которое Нам Было Сделано Нам Предложили Программу Жизни Если Она Не Подтверждается Этим Эмоциональным Качеством Люди Говорят Меня Обманули Ниакого Счастья Не Пережим Поэтому Идея Это Скажем Такой Начальный Такой Момент Но Она Должна Обязательно Сопровождаться Эмоциональным Опытом Позитивным Если Люди Пережим Эмоциональный Опыт Говорят Да Это Стоящее Дело Потому Что Здесь Идея И она Сопровождается Опытом Она Сопровождается Этим Счастьем И Собственно Говоря Проповедь Это И есть Распространение Ну Кто-то Распространяет Каждый В меру Своей Квалификации Одни Распространяют Идеи Теорию Другие Распространяют Вкус Кто-то И то И другое В зависимости От Так Сказать Того Кто на что Квалифицирован Но Смысл в том Что Миссия Это Всегда То Что Скажем Так Вот Свыше Инициировано То есть Всегда Любая Миссия Она Движется На энергии Идущей Сверху Как Вот Вода Она Всегда Течет Вниз Всегда Сверху Вниз Вода Течет То есть Миссия Любая Религиозная Миссия Она Начинается От Какого-то Ачарьи Основателя Пророка Какого-то Который Приходит Сюда И Приносит Некую Идею Какую-то Программу И Говорит Вот Ребята Сейчас Я вам Скажу Такую Вещь Дело Обстает Так Так И Так Но Немножко Философию Раскиз Потом Говорит Будете Делать Так Переживите Так Опыт То есть Вот Так Построена Любая Миссия Она Всегда Сверху Вниз Она Из Духовного Мира Приходит И Как Вода Движется Вниз Находит Там Какие-то Места Где Ее Принимают Вода Вот Здесь Какая-то Емкость Все Вода Раз В этой Емкость Она Здесь Устоялась Здесь Будет Озеро Хорошо А В этом Месте Там Нет Так Сказ Такого Водосборника Поэтому Она Здесь Не Можете Себя Найти То есть Некая Восприимчивость Восприимчивость Некая Емкость Раз И Здесь Вода Она Осталась Точно Так Ж Сердце Восприимчивое Раз В нем Вот Это Послание Осталось Застряло И Там Оно Что-то Может Породить Пойти Дальше Поэтому Этот Человек То есть Гидси Что Он Занят На Благо Других Живых Существ Это Уже Более Активная Позиция Если До Этого Описывалось Просто Его Состояние То Как так Я У меня Есть У других Нет Почему Должно Быть Это И Есть Главная Миссионерская Идея Что Человек Вдохновляет Именно Желание Поделиться Вкусом Некое Сострадание Почему Я решил При помощи Этого Духовного Знания Этого Духовного Вкуса Я поборол Какие-то Свои Привязанности Решил Свои Проблемы Сумел Отказаться От того От всего От разных Глупостей То есть Он Нашел В этой Практике В этом Вкусе Реальное Решение Своих Проблем Почему Мне Не Поделиться Этим С другим Вот Это И Есть Правильная Мотивация Проповеди Правильная Мотивация Когда Люди Говорят И проповедуют С позиции Опыта У меня Была Такая Проблема Я Применил Это Знание Все Эти Вещи Проблемы Нет Как Люди Говорят Я Примерно То же Самое И Такой Отек Он Проповедует С очень Большой Убежденностью С позиции Опыта Потому Что Он Сам При помощи Этого Знания Научился Решать Свои Проблемы Люди Пытаются Жизнь Строить Да То Будет У нас Хорошо Но Никто Не Может Понять Почему Жизнь Сопровождается Какими Проблемами Почему И Где Методы Их Решения Как Сделать Так Неправильным Отношением К материи Когда Кто-то Хочет Материи Больше Чем Надо Это Называется Жадность Когда Кто-то Скажем Допустим Не может Терпеть Особенности Другого Человека Это Называется Ненавистью Или Гневом То То Это Все Происходит В сфере Неправильного Отношения К материи Неправильного Взгляда Неправильная Философия Неправильный Образ Жизни И так У меня дома Стоит Роутер Какой-то Вай-фай Мне нужен Код Без него Я Не ловлю Послание Когда Все Я в своем Компьютере Набрал Код Пароль Все Мой компьютер Стал Принимать Послание Точно Так Допустим Большинство Людей Все Люди Частицами Бога Почему Они Не улавливают Божественное Послание Почему Их Сознание Стало Невосприимчивым Словам Бога Как Так Почему Так Карма Неблагочестие Ниши Гуны И так Далее Проповедь Помогает Людям Что Изменить Своей Природе Своей Жизни Так Чтобы Мое Сознание Стало Принимать Опять Послание Бога Послание Идущее Свыше Я стал Воспринимать Его Я Как Душа Опять Ожил Я Почувствовал Родство С высшей Природой Меня Сознание Разгипнотизированное Уже Измай Вырванное Словно Эту Имузию Вот Для этого Присутствует Присутствует Проповедь И вот Этот человек Уже Описан Как Родеющий Благи Других Живых Существ Это Обозначает Только Одно Благотворительность Может быть Материальная Накормить Дать Одежду Кров Кров Что-то Еще Но Правопада Говорит Высшая Форма Благотворительности Дать Тот же Ману Говорит Высшее Что можно Дать Людям Это Веда Больше Ничего Потому Что При помощи Веды Человек Понимает Кто Он Такой Что Ему Нужно Делать Все Остальное Разберется Сам Когда У него Знавильность Текст 26 Те Кто Освободились От Гнева И Всех Материальных Желаний Осознав Своё Истинное Я Обуздали Ум И Неустанно Стремятся К совершенству Очень скоро Обрет Освобождение Постигнув Высшую Истину Продолжение Этой Самой Темы Разными Словами Разными Немножко Так Сказать Понятиями Кришна Оперирует Но Говорит Все Об Одном То Везде Идет Контроль Ума Стремление К совершенству Свобода От Низших Таких Вещей Как Гнев Гнев Материальные Желания Это Как правило Страсть Гнев Это Как правило Невежество То есть Везде Здесь Одна И та же Вещь Просматривается Свобода От Влияния Низших Гун Полностью Гун Мы свободными Не можем Быть До поры До времени Но Мы Скажем Можем Двигаться По поверхности Поверхность Материального Мира Это Гуна Благости Самая Верхняя Гуна С нее Легко Так сказать Взлетать Из-под Земли Трудно Взлетать Из-под Воды Трудно Взлетать Из-за Земли Так сказать Легче Взлетать Вот То есть Это Самый Край Поэтому Здесь Интересный Фрагмент Комментария Желание Обусловленной Души Наслаждаться Плодами Своего Труда Опустило Столь Глубокие Корни Что Даже Великим Мудрецам Трудно Обуздать Его Хотя Не Прилагает К этому Титанические Усилия Но Преданные Господа Постоянно Занятый Деятельностью Сознания Кришны И Осознавшись Свою Духовную Природу Очень Быстро Обретает Освобождение И Постигает Всевышнего В совершенстве Владев Наукой Самоосознания Он Всегда Находится В состоянии Транса Понять Это Можно На Следующем Примере Даршана Адьяна Самспад Шаэр Матси Курма Виган Гама Сванят Апат Тян Ти Ушна Ти Татхагам Апи Патмаджан Одним Еж Взглядом Мыслью Или Прикосновением Рыба Черепаха И птица Взращивают Свою Потомство Так же Делаю И Я О Патмаджа Патмаджа Это Рыба Выращается Кришну Рыба Выращивает Мальков Просто Глядя На них А черепаха Заботится О своем Потомстве С помощью Мысли Она Откладывает Яйца На суше И Вернувшись В водоем Думает О них Подобно Этому Преданный Кришна Тоже Находясь Вдали От его Обители Сможет Достичь Ее Если Будет Беспрестанно Думать О Господе Действия В сознании Кришны Такой Преданный Перестает Ощущать Материальные Страдания В этом Состоянии Называемом Брахма Мирвана Человек Не испытывает Материальных Страданий Ибо Всегда Поглощен Мыслями О Всевышнем Итак Здесь Кришна Описывает Он говорит Парапада Что сначала Желание Обусловленной Души Наслаждаться Плодами Своего Труда Пустило Столь Глубокие Корни Что даже Великим Мудрецам Трудно Обуздать Его То есть Смысл В том Что Сейчас Мы Пытаемся Взрастить Семя Бхакти В том Сердце В котором Также Растет Что-то Еще Другое В этом Сложность Или Сложно Допустим Ощутить Вкус Чистый Вкус Чего-то Когда К нему Переется Что-то Другое Мартин Отхакур Приводил Такой Пример Что Если Вы Хотите Готовить Какое-то Блюдо Допустим Сладкий Рис Действие Первое Вы Дрежда Очень Хорошо Помыть Посуду Потому Что Если Вы Вчера В этой Кастрюле Допустим Готовили Дал Или Савджи Там Какие-то Еще Асофетида Другие Специи Такие Остались И Вы Не Помыли Хорошо Прополоскали Холодной Водой Остался Жирный Налет Остатки Специи И так Далее И Вот В этом Вы Всем Решили Сварить Сладкий Рис Ваше Вкусовое Ощущение Будет Испорчено Чем Предыдущим Вкусом Вот Поэтому Прежде чем Что-то Такое Там Принципиально Новое Появится Сначала Можно Отстарывать И Сложность Состоит В том Что Мы Выращиваем Семя Бхакти Не на Какой-то Знаете Такой Абсолютно Нейтральной Новой Почве А мы Выращиваем В том Миллионы И миллионы Лет Взращивали Совсем Другие Семена Вот То есть Проблема Состоит В таком Знаете Несовместимом Соседстве Что Семена Абсолютно Разной Природы Вот И Вот Эти Вот Материальные Семена Их Называют Ну Сорняки Да Они растут Очень хорошо Потому что Они Из этого Мира А Семя Бхакти Она Растет Здесь Не очень Хорошо Потому что Оно Из Другого Мира Это То Самое Что Вы Где-нибудь Решили В состоянии В тундре Вырослить Банан Допустим Это Крайне Сложно Тропическое Растение Вырастить В какой-то Почве Которая Для Этого Не При Нужно Теплицу Создать Специальную Специальные Условия И Тогда Да Вот То есть В материальном Мире Материальные Слания Растут Мгновенно Понимаете Я могу Развить Себя Привязанность К какому-то Человеку Просто Посмотрев На него Минутку Даже Меньше Понимаете И могу С ума Сойти От Людвиг К этому Человеку Но Чтобы Кришне Испытать То же Самое Нужно Долго На него Смотреть И дело Не в том Что Кришна Хитрый Непривлекательный А дело В том Что Я смотрю На него Через призму Своих Других Привязанностей Вот То есть Кастрюля Оказывается Не помыта И поэтому Сложность В том Что мы Развиваем Привязанность Кришне Не с Ноля А на Фоне Всех Остальных Привязанностей Поэтому Нам В качестве Помощника Дается Философия Которая Показывает Нам А в чем Собственно Говоря Причина Всех Остальных Привязанностей Что Меня Привлекает Других Людях Что Меня Привлекает В этом Материальном мире Что И Привлекает И Философия Помогает Мне Понять Что В Действительности Это Человек Или Это Вещь Или Это Музыка Или Это Кино Или Что То Еще Зацепили Меня Чем То Что По сути Дело Является Кришной То есть Без Кришны Ничего Привлекательным Не может Быть То есть Если я Просто Смотрю На эту Чарующую Материальную Природу Без Знания Она Меня Просто Магнитит И я Как Беспомощный Такой Как Знаете Как Кролик Идет В пасть Удаву То есть Мне никаких Сил Сопротивляется Но Когда Мне Дано Духовное Знание Я Начну Понимать А Что Меня Собственно Это Магнитит И Выясняется Что Это Отраженный Кришна Это Его Красота Это Его Запахи Это Его Вкусы Это Его Какая-то Его Шахти Какие-то Его Випхути Эти Его Достояния Они Отражаются На этой Материальной Природе И Поэтому Они Делают Какого-то Человека Или Какую-то Вечь Или Что Какое-то Явление Столь Привлекательным Вот То есть Когда Человек Обрел Такое Не сама Вот эта Материальная Природа А Отражение Кришны Здесь И вот Само Такое Понимание Оно Уже Дает Как бы Так Предохраняет Человека От Такого Знаете Вот Бездумного Или Слепого Следования Всем этим Соблазнам Материального Мира Он Понимает Вещи Привлекательные Люди Привлекательные Вкусы Привлекательные Что-то Еще Привлекательное Потому Что Там Присутствует Кришна Вот И Все Что Необходимо Это От косвенных Проявлений Кришны Научиться Переходить Прямым Проявлением Кришны Это Бхактия Преданное Служение Если Мы Этого Не можем Делать Значит Мы Какое-то Время Мы Связаны С Материальным Миром Находимся В каком-то Компромиссе В каком-то Компромиссном Существовании Вот Имеем Дело В основном С такими С косвенными Проявлениями Кришны Бхактия Обозначает Переход На Прямое Но Это Такой Путь Занимающий Время Дальше 27-28 Стихи Эта стихия Является Такой Предтечей Или Скажем так Подготовкой К шестой Главе Потому что Шестая Глава Она будет Посвящена Дьяна Йоге Медитации И вот Кришна Скажем так Дает Описание Разных Типажей Людей Смотрите Он написал Сначала Людей Действующих Беспривязанности К плодам На основе Духовного Знания Это люди С такой Сильной Тенденцией Кармы Но благодаря Духовному Знанию Отказались Беспривязанности К плодам Других Он описывает Больше Гьяни Которые Стали Беспристрастны К этому Материальному Миру При помощи Духовного Знания Вот Теперь Он Будет Описывать Йогов То есть Трансцендентное Знание Оно Может по-разному В людях Проявляться Зависит От их Природы Дайте Активному Человеку Трансцендентное Знание И он Будет Проповедовать Карма Йогу Дайте Допустим Гьяни Трансцендентное Знание Он Будет Проповедовать Допустим Гьяну Интроспекцию Такие Вещи Дайте Такому Йогу Склонному К каким-то Упражнениям Духовное Знание Он Будет Тяготеть Ко всей Этой Мистики И так Далее Одно И то же Духовное Знание Совершенно По-разному Себя Будет Вести В зависимости От природы Человека Итак Стихи 27-28 Полностью Отрешившись От объектов Чувственного Восприятия Тазареточив Взор На Межброви Равновесив Ноздрях Вдох И выдох И Остановив Дыхание Йог Стремяющийся К освобождению Укращая Таким образом Свой Ум Чувства И разум И избавляется От желаний Страха И гнева Тот Кто Всегда Примывает В таком Состоянии Безусловно Освобожденная Душа Вот То есть Это Некое Введение К Шестой Главе То есть Как Трансцендентное Знание Проявляет Себя В природе Тех Людей Которые Склонны Занять Эта Мистическая Практика То есть Есть Гьяни Есть Карми Есть Йоги Все Они Могут Обладать Трансцендентным Знанием Но Проявлять Они В своей Жизни Будут Совершенно По-разному В зависимости От того Какая Их Примет И последний Заключительный Стих 29 Стих Тоже Очень Известный Человек Полностью Осознавший Что Я Единственный Кто Наслаждается Всеми Жертвоприношениями И плодами Подвижничества Что Я Верховный Владыка Всех Планет И Полубогов А Также Друг И Благодетель Всех Существ Избавляется От Материальных Страданий И обретает Полное Умиротворение Ашина Прабхупады Называл Этот стих Формулой Мира Шанти Мричхати То есть Стих Закончится Словами Шанти Мричхати Шанти Это Мир Ричхати Достигает Мира Итак Какой человек Достигает Умиротворение Шанти Вот Три вещи Тот Кто Понимает Что Я Бог Тарам Я Ге Тап Асам Что Я Наслаждаясь Плодами Всех Жертв И всех Аскез Под жертвами Аскезами В изначальном Смысле Слова Имеется Ввиду Классические Ритуалы Ведические Это классика Но Мы видим Что Даже люди Которые Не знают Ведической Классики Не знают Что такое Яги Не знают Что такое Классическое Тапаси Они В любом Случае В жизни Чем-то Жертвуют Такую Аскезу Совершают Понимаете То есть Родители Жертвуют Собой Сами Интересами Ради детей Кто-то Чем-то Еще Я пожертвовал Своим Временем То есть По-любому Люди занимаются Его благотворительные То есть Яги Это просто Принцип Который Из жизни Выговорить Невозможно Он в нее Вшит Это часть Это часть Жизни Яги Либо Она в Изначальном Состоянии Как Она Отписана Ведах Классическая Яги На Верховного Либо Если нет Она Как-то Там Обваляется Во всей Пыли Во всех Гунах Материального Мира Но Она Обязательно Будет Присутствовать Понимаете То есть Люди Совершившие Максимальную Жертву Называют Героями Которые Пожертвовали Своей Жизнью Ради Страны Герой Кто такой Герой Человек Совершивший Максимальную Жертву Отдавший Самое Дорогое Своё Тело То есть Жертвоприношение Оно Обязательно Присутствует Его Не может Не быть Потому Что Это просто Часть Бытия Просто Оно В разных Гунах Будет Если Оно Будет Не в Чистом Виде Люди Ценят Вот Он Пошел На Такую Великую Жертву Или Я Совершил Такую Великую Жертву То есть Это Понятие Оно Неотъемлемо Связанное С Жизнью Но Изначально Ягья Принадачена Для Вишну Поэтому Он Говорит Ты Должен Знать Что Я Наслаждаюсь Сами Может быть У них Нет Понятия Про Все Аскезы Которые Описаны В шастрах Но Что Такое Аскеза Аскеза Это Добровольное Принятие Трудностей Ради Каких Будущих Благ И Кто От Этого Свободен Да Все Этим И Занимаются Аскеза 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 Это Люди Сейчас Себя В чем Ограничивают Для Того Чтобы Потом Что Пришло В В неограниченном Количестве Понимаете Человек Там Какой-то Бизнесмен Не знаю Кто Он Может быть Там Когда Он Основывает Своё Дело Он Вообще Ночей Не спит Не доедает Ему Нужно Сейчас Поставить Все Это Он Совершает Великую Аскезу Ограничивает Себя Во всем Каждую Копеечку Экономит Для Чего Для Того Чтобы Потом Этих Копеечек Было Очень Много Понимаете Будет В каком-то Другом Виде Поэтому И Благотворительность Дана И Ягия И Тапа Их Нельзя Из жизни Убрать Просто Либо Они В чистом Виде Как Они Даны Богом Либо Они В каких-то Других Формах Предстанут Патриотизм Героизм Жертвенность Ради Того Ради Сего Они Обязательно Они Будут Жить Но Просто В каких-то Других Формах И Кришна Говорит Что Знает Дорогой Мой Ты Поймешь Что Цель Всех Жертв А жертвы Имеют Как бы Такой Смысл По большому Счету Когда Я Я Являюсь Их Целью Аскезы Имеют Смысл Тогда Я Я Являюсь Их Целью То есть Вот Эти Вещи Это Один Элемент Понимания Раз Ты По-любому Совершаешь Жертв Раз Ты По-любому Совершаешь Эти Аскезы Пойми Кто Ради Кого Они В конце Концов Изначально Предназначены Далее Тот Кто Понимает Что Я Верховный Владыка Всех Планет И Полубогов Сорвало Камехи Шваран Вот То есть Что Собственно Говоря Люди Что Им Не Дает Покоя Они Постоянно Делят Территорию Постоянно Делят Какие-то Пространства Наши Ваши Вы Залезли На Наши Отобрали Аннексировали Или Еще Что Такое Постоянно Люди Беспокоятся НАТО Расширяет Свои Границы Или Китай Распорянул Своих Границах Ракеты Что То есть Люди Постоянно Обеспокоены Тем Что На Их Территорию Что Что Происходит Или На Даче Сосед Какой-то Наглый Метра Земли Оттяпал Свои Колушки Поставил Не там То есть Люди Постоянно Делят Какую-то Территорию Какие-то Пространства Вечно Там Толкаются Что Это Вы Здесь Не Стояли Или Еще Что То есть Вот Это Состояние Что Мне Принадлежит Некое Какое-то Пространство И так Далее Это Причина Все Войны Это Все За Территорией Причем Не просто За Территорией А Территорией На которых Распространяются Некие Идеи Я хочу Чтобы На этой Территорией Было Такое Мировоззрение Такие Идеи Вы С другими Идеями Валите Отсюда Или Мы Вас Просто Под нож Пустим Все Понимаете То есть На этой Территории Вот Такие Идеи Будут То есть Люди Распространяют Идеи Но для Идеи Нужна Какая-то Почва Понимаете А почва Это И есть Территория Кришна Говорит Пойми Пожалуйста Все Локи Все Планеты Они Принадлежат Вообще-то Мне То есть Вы делите Мое Не нужно Этого Делать Каждому Я Отдаю Каждому Ты можешь Наслаждаться Тем Что Дано Тебе Как Твоя Доля То есть Каждому Человеку Что-то Дано Кому-то Дали Кусок В пустыне Кому-то В джунглях Кому-то В тундре Кому-то Еще Где-то Вот В тропиках Кому-то Что Заработал Да Вот То есть Для каждого Человека Есть Какое-то Но Вот Это Непонимание Что Все Принадлежит Богу И Богом Выделенные Вот Какие-то Там Территории Лишает Человека Покоя Дальше Он Говорит Я Сухридам Сарвабутанам Сухрид Сухридам Обозначает Благодетель Благодетель Он Говорит Пойми Что Я Всех живых Существ То есть И поскольку Судьба Живых Существ Определяется Ну Бог Он Контролируется Эти процессы То Все Что Происходит Происходит По Его Воле Значит Вам Мне На Благо То Есть Вещи Происходящие Могут Неприятны Для Чувств Но Они Всегда Для Благодуши И Кришна Всегда Это Делает Так Вот То Есть Понимание Этих Вещей Что Аскезы И Жертвы Они Изначально Для Него Что Все Пространства Которые Дели Между Собой Они Принадлежат Ему И Что Он Находящийся В нашем Сердце Благодетель Благожелатель Всех Живых Существ Все Что Он Не Делает Это Обязательно Наше Благо Такой Человек Какая У него Почва Для Волнения То есть Он Достигает Шантим Или Умиротворения По той Простой Причине Что Он Видит Что Все Пространства Принадлежат Богу Что Все Типы Деятельности Которые Сопровождаются Которые По сути Есть Яги И Аскеза Предназначены Для Него И Все Что С Нами Происходит Происходит С Его Санкций А Он Доброжелатель Доброжелатель Кто Все Время Ведет Из Определенного Состояния Сердца Из Определенного Понимания Вещей И Как мы Видим Штука Недешевая Хотя Вроде Как Несложно Теоретически Это Понять Но Сложно Это Все Концептуально В жизни Обсуществить Потому Что Люди Живут Уже С Другими Понятиями Они Считают Что Им Должны Ради Них Должны Работать Им Все Принадлежит Бог Выпадает Главный Элемент Бытия Выпадает Из Бытия И Поэтому Это Бытие Не Может Быть Спокойным И Поэтому В Калию Быть Конфликтов То есть Калия Обозначает Конфликт Самое Главное Потерялось Столько Великих Открытий Проношло В Калию Технических Столько Открыли Всего Но Самое Главное Закрытие Произошло Вопреки Всем Открытиям Технические Достижения Открыли Веселая Жизнь В Калию То есть Без Понимания Кому Все Примежит Ради Кого Все Должно Быть Люди Вооруженные Технологиями Оружием Таким Вот Знанием Не Связанным С Богом Вот Они Собственно Горя Устраивают То Что Мы И И И И В Нашу Эпоху Вот Поэтому В Калию Мир Он Красивая Идея Что Называется Вот А В основном В Непонимание Вот Этих Вот Вещей И Рождается Конфликт Который Может Быть Минимальным И Который При Достаточных Условиях Коллективной Кармы Может Перерасти В Максимальном Вот Поэтому Основы Корни Вот Этого Конфликта Они Растут В Обусловленном Сознании Живого Существа Вот И Поэтому У Вишну У Вишну Даже Он Вооружен Вот У Него В Двух Руках Так Сказать Лотос И Раковина Символы Чистоты Раковина Символ Трансцендентного Звука Шабды Идущего Для пряных Лотос Это Символ Удачи Который Символом Лакшми Является Удача Вот И два Других Атрибута Вот Булава И Чакра Потому Что В этом Материальном Мире Неистребимо Находятся Вот Такие Условенные Живые Существа Которые Не понимают Никакого Языка Кроме Языка Сим Никакого То есть Никакое Количество Лекций Ничего Боим Никак Потому Что Они Просто Тупые Они Демоны Называются Сура Бхава Поэтому Кришна Когда Сдерживает В конце Концов Приходится Уничтожать Винашая Сметает У Кришны Оружия Нет Кришна Оружия Нет Вишну Поскольку Кришна Не святан С материальным Миром Никак Вишну Святан С материальным Миром Он Творит Он Его Творит Творит Поддерживает Материальный Мир Вот Поэтому Его И поглощает Себя Как Махавишну Поскольку Он С материальным Миром То В материальном Мире Здесь Оружие Оно Является Атрибутом Частью Ничего Не поделаешь Вот Поэтому Иногда Это Как Вот Такой Символ Устрашения Вот Как говорится Хочешь Мира Готовься К войне То есть Если Есть Какое То Оружие Да Значит Уже Идешь По улице Просто Так Даже Садху Палка Это Обязательно Атрибут Казалось бы Что Никого Не трогает Когда Идет Человек С палкой Уже К нему Более Уважительное Отношение Уже Какие-нибудь Собаки Обезьяны Они уже Подумают Стоит К ним Походить Или нет А идет Человек Без Ничего Легкая Жертва А когда Скажут Что-то У него Есть Мы уже Думаем Кто Знает Может Он с этой Палкой Умело Обращается Думано Да Поэтому Вот Даже Сам Верховный Господь Он Показывает Нам Правильное Отношение К этому Миру Здесь Должно Быть И то И то Потому Что Здесь Есть И одни Силы И другие И какие-то Силы Здесь Хочешь Не хочешь Приходится Сдерживать И Шила Прабхата Тут Тоже В какой-то Момент Сказал Преднам Должно Быть Оружие Обязательно Для защиты Храма Для защиты Божественной Что Всякое Было А мир Мир Это Красивая Идея Которая Как-то Так Какую-то Часть Времени Она Там Присутствует Сатья Югу Что-то Ещё Всё Остальное Время Всё Остальная История Это История Это История Война Собственно Горя В этом Материальном мире Только С разной Степенью Периодичности Ари Кашля Я понял Стих Что Человек Не скорбит Потому Что Он Понимает Что Есть Ещё Какие-то Планы Бога Они Радуются Потому Что Знают Что Материальное Приобретение Не ведут К страданиям И Проявлечениям Материальным Мир И так Поэтому Не радуются Поэтому Не радуются Радость Скорбь Это В материальном Мире Это Две Стороны Одной И того Ж То есть Не потому Что То И не потому Что Это Поскольку У него Нет Привязанности К Материальному Миру То Поэтому Его Отношение К Материалу Миру Не сопровождается Этими Дуальными Эмоциями Здесь Эмоции Всегда Дуальны Вы Собрались На Пикник Все Уже Упаковали Пошел Дождь Какова Будет Ваша Эмоция Твилки Палки Спортили Все Это Самые Все Планы А погода Вышла Солнечный Отлично Все С нами Бог Нам Подфартило Сегодня То То В одном Случа Ваш План Осуществился В любом случае Ваш план Не осуществился Поэтому Как только Есть Некий План Связанный С материальным Миром Сразу На него Минимум Две Реакции Сложилось Все Позитивная Реакция Ура Нам Повезло Негативная Реакция Нам Не Повезло Поэтому Но если У вас Нет Плана Такого То Нет И Сопровождающих Эмоций К этому Плану Понимаете Потому что Он знает Почему Он не радуется Потому что Он знает Что Радость Это Она Обязательно Будет Чем-то Уравновешена То есть Здесь Все Чего-то Стоит Понимаете Вы Не можете В магазине Взять Вещь Не заплатив Правильно Все Все Чего-то Стоит То есть Это Ваша Радость Она Обязательно Будет Ну За Него Будет Заплачено Не знаю Там Усталостью Деньгами Ну Не важно Чем Чем-то Будет Заплачено Ну То есть Просто Наше Сознание Такого Что Мы Порой Ну Не замечаем Цены Или Считаем Что Ну Это Того Стоит Как бы Нормально А с Позиции Допустим Транссиденталиста Оно Того Не стоит Почему Ценность Другая А у Человека Которого Нет Других Ценностей Он Читает Ну Ладно Там Где-то Там Провалились В болото Слегка Может Они Там Застряли Ну Подумаешь Там Какую-то Траву Мелочью Но В целом Он Повеселились Все Хорошо Вот То есть Он Так Вот Мышление Понимаете Живое Существо Оно По своей Природе Склонно Искать Блаженство Поэтому Оно Несчастье Как бы Оно О нем Не может Думать Долго То есть Это Неестественное Состояние Вот И поэтому Даже Какие-то Негативные Вещи Люди Ну Склонны О них Или забывать Или что-то Еще Потому что Мы по Природе Ищем Блаженство Поэтому Если Собрать Скажем Так Все Что вы Помните В жизни Это Наиболее Яркие Приятные Моменты Да Какие-то То Что Было Кристаллизация Какого-то Позитивного Опыта Потому что Это Соответствует Природе Анангдой Души А если Собирать Свои Кошмары Или Вы же Не коллекционируете Свою боль Что Я испытывал Тогда 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 Ой Тогда Была Такая Боль А потом Была Еще Большая Боль А потом Еще Был Полный Кошмар И Вы Все Тщательно Храните Нет Это Не Соответствует Природе Анангдой Души Поэтому Об этих Вещах Кришна Немножко Заботится Мы Забываем Как Пархупада Говорит Алкоголик Забывает О Тяготах Похмелья Опять Пьет Женщина Забывает О Тяготах Родов Опять Рожает И так Дальше Негативный Опыт Кришна Имеет Тенденцию Забирает Потому что Он Не нужен Боль Все Эти Вещи А помним О чем Мы Вспоминаем Что-то Хорошее Что В жизни Нашей Было Хотя Конечно Есть Люди Такие Мазохисты Которые Имеют Тенденцию Негатив Хранить Но Это Уже Патология Извращенное Сознание Люди Которые Привязаны К Негативу Я Могу Наслаждаться Тем Что Выделено Мне Как Моя Толя Опять Наслаждаться Только Что Мы Говорили Что Это Останавливает Духовный Процесс Если Приводит Нас В Вет Если Это Если Это Сверх Меры Да Лишня Ж Говорит Доля Доля Обозначает Мера То есть Наслаждение Это Нормально Не должно Быть Сверх Меры Шила Приводит Очень Простой Пример Ясный Он Говорит Наслаждение Подобно Соли Говорит Если Вы Не Постолили Пищу Вообще Невкусно Если Вы Перестолили Тоже Невкусно Он Говорит Если Вы Постолили В Меру Вы Себ Хорошо Чувствуют Понимаете Он Говорит Поэтому А что Такое Мера Мера Это И Есть Благость Понимание Того Что Для Меня Естественно Не Выходить За Пределы Почему Допустим Говорится Что Аюрведа Говорит Ешьте Но Не Переедайте Потому Что Переедать Будешь Страдать Допустим Вот Семья Секс Вне Брака Это Уже Через Край Понимаете Вот Поэтому Кришна Говорит Будь Доволен Будь Доволен Тем Что В Семье Есть Понимаете Вот Это Называется Мера Выделена Как Доля И Так Во всем Остальном Когда Человек Выходит За Границы Своей Доли За Вот Эту Естественную Меру Начинается Беспокойство Сразу У Самого Человека У Окружающих Живых Существ Это Обозначает Ну Как-то Кришна Показывает Что Он Недоволен Понимаете Вот Когда Вещи Все Идут В рамках Так Культуры В рамках Меры Это Не Приводит В деградации Сознания Понимаете Проблема Состоит В том Что В Будне Страсти Мы Имеем Тенденцию Либо Распускать Все Либо Зажимать Все И То И Другое Является Ошибка Потому что Прабхупада Говорит Не должно Быть Пересолено И Не Должно Быть Недосолено Должно Быть В меру Посолено Понимаете Вот Это Как бы Формула Которую Просто В своей Жизни Нужно Научиться Применять Потому что Если Вы Не будете Получать Необходимого Для себя Наслаждения Вы будете Страдать Вы будете Думать Не о Кришне А о том Чего Недополудны Ну Как голодный Человек Понимаете А голодный Он поел Он о пище А когда он думает О пище Когда он голодный Понимаете А когда он поел Он уже о пище Не думает Он знает У него там что-то есть В холодильнике Все Но сейчас Его это не волнует Понимаете Он поел Он удовлетворен Понимаете Вот А если человек Постоянно о чем-то Думает Неуклонно Постоянно о чем-то Думает Вот Он уже не о Кришне Думает Поэтому Чувства должны быть Удовлетворены Но в меру Если человек выходит за границы мер, и все, теперь нужно страдать сознание Кришны. Вот это вот понятие о мере, по моим наблюдениям, скромных, оно иногда у преданных отсутствует. Вот все. А вот сколько оно отсутствует, то они говорят, мы там все, мы от всего отказались. Хорошо, вы чувствуете, у вас все в жизни гармонично, все нормально, да? То есть вы легко думаете о Кришне, без всяких там задних мыслей там и все. Ну вот, конечно, там это трудно, то трудно. Вот, то есть люди не понимают вот этого понятия, что такое доля, выделенная Богом, они не понимают, что такое чувство меры. Вот это вот мышление в страсти, то есть кидание в крайности. Понимаете? А уравновешенная жизнь, когда люди, ну скажем, все у них в гармонии, вот видно, что человек он ненапряженный, его ничего не беспокоит, его базовые потребности, они удовлетворены. И он спокойно двигается к Кришне, не думая о том, чего он там недополучил в материальном мире. Понимаете? А когда человек зажал себя настолько вот в сфере своих материальных потребностей, под видом, не знаю уж чего там, какой там супераскезы, да, вот, что он как бы двигается к Кришне, но в своей внутренней интроспекции он какие-то другие вещи созерцает, это же Парупада Кришна называет, как это было, он говорит, это называется митхья-чара, притворство, вот, все. Мы играем в преданных, вот, или что мы делаем? Или мы развиваем сознание Кришны в себе? Вот, это же технология, в технологии здесь куча всего. То есть преданное служение, в смысле, весь процесс, он может состоять не только из, вот, Харе Кришны, там, да, поклонения Божествам, чтения Шастры, это же не только, ведь есть часть процесса, которая связана с нашим телом, это сречи, которые связаны с душой. А что связано с нашим телом? Как мы живем, чем мы питаемся, в какой культуре, как вот, как вот, ну, грубо говоря, как мы удовлетворяем потребности своего тела? Это же тоже часть процесса, понимаете? Ведь мы процесс в теле практикуем. Как вы будете читать джапу, если вы там три три ночи не спали, или три дня не ели, вы же не можете, да? Но точно так же, если какие-то другие потребности не удовлетворены, будут об этом постоянно, думают они о Кришне, вот, все. Поэтому здесь очень важно найти вот эту вот грань, понимаете? Люди желают железных инструкций, а их нет железных инструкций. Излагаются общие принципы, которые теперь каждый человек применяет в своей жизни индивидуально. Каждый находит свою дозировку, понимаете? Каждый находит свою дозировку. Потому что у людей совершенно разная природа. Сидят 20 человек, и мы раздаем просад. Вот там этому, там вот, если мы нарушили дозировку, нам скажут, а что это вы не доложили мне? А мне, ой, говорит, кто-то говорит, ой, мне много, давайте там соседу, а мне добавку надо, понимаете? Вот, то есть, как бы, раздатчик, его задача, как бы, просто раздать, а уже индивидуальная природа, она регулирует. Один говорит, мне этого не нужно или мне многовато, а мне давайте еще. То есть, это уже человек сам выбирает. То есть, мы не зомби, мы не машины, да, что вы решили за свою машину, сколько ей нужно залить бензина. Ну да, вы за нее решили, она себя не может, понимаете, да, вот, но мы не машины. И поэтому у нас есть разум, и мы сами для себя эту дозировку определяем. Традиции, учитель, они провозглашают общие вещи. Общие вещи, при которых работает процесс. Уже индивидуальная дозировка, она и есть индивидуальная. Что сам индивидуум, пользуясь разумом, понимая процесс, он устанавливает, сколько ему есть, сколько ему спать, сколько ему того, сколько ему сего. Гуру же не будет у вас секундомером стоять, да, или с этим, что ты сегодня переел или не доел, правильно? Это же мы сами решаем для себя. И так же во всем остальном. То есть, это говорит о том, что я пробую так, потом я пробую так, потом я сравниваю, выбираю, что для меня лучше. Я пробую все время, что я и нахожу. Понимаете, протягшу, ее не нужно ругать. Протягшу это хороший способ для того, что связано с материальной энергией. Мы не приемлем протягшу в сфере познания трансцендентного, там только шабда идет. Но для того, чтобы обрести, скажем, найти оптимальный режим для моего тела и ума, что мне поможет, как не протягшу ли анумана? Вот я почувствовал, что я сегодня переел. Понимаете? И все. Это протягшая. И отсюда анумана. Я делаю вот, что, допустим, мне надо есть, допустим, на треть меньше, да? Вот и все. Протягшая анумана. И шабда здесь ни при чем. Найдите мне в Ригведе, где написано, что вот надо того, сколько-то. Не найдете, понимаете? Поэтому здесь протягшие ануманы, то, что помогает мне вот в непосредственном моем поле деятельности. Какие-то чувства, эмоции по отношению к Кришне. Почему так сложно их почувствовать за время воспевания сэкономерами, которые поменят лично? То есть нам говорится, что мы должны воспевать каким-то чувством, иначе процедурно это не существует. Почему это не удается? Даются разные наставления по поводу воспевания. Здесь в целом так. Если бы все было так однозначно, не было бы столько много разных рекомендаций. Люди находятся на разных уровнях. Одному нужно просто сказать, слушай внимательно звуки Святого Имя. Это нормальное наставление на начальном этапе. А через какое-то время он подумает, я был внимателен какое-то время, но нет никаких эмоций. Если ты хочешь эмоций, почитай о том, как Кришна любит живые существа, Его заботы и так далее. Может быть, Его забота побудит тебя к какому-то определенному чувству. То есть нужно понимать так, что процесс воспевания – это процесс динамический. Динамический обозначает, что наше восприятие, наше участие в этом процессе, оно будет меняться с течением времени. Начинается всегда все как-то так, механически и так далее. Предполагается, что если человек развивается, если он правильно развивается, то это механическое действие начинает сопровождаться чувствами какими-то. Допустим, как музыкант учится играть. Сначала в этом значим попасть пальцем на струну. Дрым-брым, вот так он играет. То есть сейчас он пока с чувством не может. Но сейчас пока техникой овладеть надо, понимаете? Ему техникой овладеть надо. А когда он техникой овладел, вот теперь он уже может с чувством играть. Он уже не думает о технике. У него уже пальцы сами бегают, понимаете? Вот теперь он может думать о чем-то более высоком. Поэтому на начальном этапе человеку вряд ли будет говориться о каких-то высоких чувствах. То есть сначала человеку должен научиться быть внимательным, аккуратным, в правильное время. Все, так сказать, дело. То есть техническая часть, навыки. Теперь, когда человек овладел навыками, теперь можно, когда навыки больше не представляют для него сложности, теперь можно что-то другое уже, так сказать, понимание, какие-то эмоции и так далее. Поэтому все зависит от того, на каком этапе находится человек. Это все. А что касается чувств, ну, как бы таких пробужденных уже духовных, я так предполагаю, что это с уровня, наверное, уже такой серьезной намабхазы, там, на шутханами, наверное, проявляется. А когда человек просто учится воспеванию, практикант, как группа властями говорит, человек, который получил посвящение, новичок, получивший посвящение, и пытаешься повторять светое имя, ну, это вот уровень, который может длиться, там, сколько угодно лет, по большому счету, в зависимости от того, как человек к этому процессу относится. Вот. Если человек искренний, то Кришна приведет его к тому, что и воспевание его станет таким же. Если человек какой-то такой формалист, ну, Кришна у него особого внимания также обращать не будет, и его воспевание будет таким формальным, в конце концов, он рано или поздно закончится. вот, поэтому дается масса рекомендаций по этому поводу, и каждый воспринимает те, которые вот для него сейчас актуальны. Новичку, если понадавать кучу наставлений о святом имени, он запутается, зачем? Вот, поэтому учитель говорит простые вещи, будь внимателен, там, не отвлекайся, оттуда все, это как бы задача его уровня, знаете, вот, а человек, который уже внимательный и уже не отвлекается, у него задача уже другого уровня, понимаете. Те чувства и эмоции, которые есть у каждого по отношению к Кришне, они переносятся на святой риме, риме и воспевание. Я не говорю, что эти чувства и эмоции уже сугубо духовные, нет, конечно. Почему не переносятся? А во время джабы очень сложно концентрироваться на имму, на медосознание того, что оно идентично с Кришной, поэтому к воспеванию можно добавить даршан, то есть это делать перед божествами, перед изображением, вот, и, скажем так, созерцание божества, это то, что, ну, добавляет эмоции, потому что божество обычно ухоженное, красивое, наряженное, там, и так далее, вот, то есть, допустим, если я повторяю святое имя и получаю даршан, там, каким-то образом в своем уме, это одно, вот, если, допустим, я повторяю святое имя и получаю даршан божества, это другое, вот, поэтому никто не запрещает повторять джабу перед божествами или перед изображением, это очень просто, вот, таким образом джаба становится более насыщенной, вот, если я отвлекаюсь от Кришны, по меньшей мере, у Кришны глаза точно не бегают, вот, так сказать, у меня там была какая-то, божество, он у меня продолжает смотреть, да, я смотрю на него, он смотрит на меня, вот, поэтому это как-то так, ну, если я понимаю, что Бог – это живая личность, несмотря на то, что сейчас в форме Муртина находится, вот, то это само по себе уже контролирует человека, вот, поэтому я не слышал ни одного запрета повторения святого имени перед божествами, перед изображением, но лично мне это очень помогает, вот, потому что все, что я увижу другое, кроме божества, даже если это будет привлекательно, я пошел гулять по Майяпуру, пальмы, там, что-то еще, там, какие-то красивые домики – это все отражение божества, все красивое, что есть в мире – это проекция красоты Кришны, почему бы не собрать эту всю красоту вот в единый идеальный образ божества, это и есть, почему божествам рекомендуется поклоняться кому? Неофитам. Для чего? Для того, чтобы привязать их сознание. Мадья Мадхикари может увидеть Кришну повсюду. Мадья Мадхикари не на каждом шагу встречаются. В основном преданный практикант, начинающий, это Каништха Адхикари. Поэтому для них храм, божество – это так важно, понимаете? Потому что Каништха, он еще не обладает способностью видеть Бога повсюду. Поэтому хотя бы где-то как-то дома у него алтарик, там в храм он пришел. То есть вот эта вот какая-то концентрация духовной энергии, она важна. Вот тогда его джапа, она становится более предметной, более привязанной. Я слежу Кришна и вижу Кришна. Если я не вижу Кришна, я слышу Кришну, я могу и не помнить. Но когда я слышу Кришна и вижу Кришну перед собой, это уже более глубокий опыт. Скажите, пожалуйста, Вы говорили, что саддана у всех может быть разная. Вы в Богоднике говорили, что мог бы быть саддана у кого-то там работой, просто для меня у кого-то саддана бахты. Нет, работа для меня – это не саддана. Работа для меня – это работа для меня. Но есть совершенства, они дают одно и то же совершенство в плане отношений с Кришной? Или они просто все, в конце концов, принимаются в уровень саддана и бахты? А зачем Вы задали этот вопрос? Для того, чтобы узнать, что если совершенство, которое достигает человек, поработая для Кришны, то же самое, что совершенство, которое достигает садданы, какого черта я занимаюсь садданой? Не это имеется цель в Вашем вопросе? Нет, просто не честно. Когда мы с Богом общались говорили, что они не достигают совершенства, но и то же, что саддана бахты дает. Поэтому непонятно стало. Что Вы хотите узнать? Смысл очень простой. Каждый должен действовать на основе своей квалификации. Если есть адхикара, квалификация для саддана бахты, человек должен следовать саддана бахты. Его не должно беспокоить, он не должен смотреть, сколько там получил работающий на другой работе. Потому что это попытки оценки в гуне страсти. Зачем? Зачем? Человек не может следовать саддане бахты. Кришна говорит, что работает для достигнейшего совершенства. И у человека саддана бахты начинает ревность. Какого он совершенства достигнет? Вот тот, я встаю каждое утро на мангваре, он не встает и достигнет того же совершенства, что и я? Несправедливо. Понимаете? Что такое справедливое и несправедливое? Не нашего дела, не нашего ума дела. Понимаете? Кришна дает людям, скажем так, с нашими понятиями справедливости, какая-то, ну не знаю, милосердию Кришны вообще нет места, потому что по нашему понятию он несправедливый. Потому что мы зарабатывали, кому-то он просто дал. То есть наше понятие о справедливости, оно запрещает Богу быть сострадательным. Понимаете? Вот и все. С нашими представлениями о справедливости в будне страсти. Я работал, заработал. А он получил то же самое, не работал, несправедливо. Вам какое дело? Это Бог решает, кому он что даст. Понимаете? Если хотите знать точно, пожалуйста, рассказать, почитайте комментарии Дживы Гасами, Баладея Витя Бушина, Вишнадхи Чакратик Хакур и к этому стеку 12.10. И он говорит, что совершенство, которое достигает этот человек, это обозначает према бахти. Према бахти, не меньше. Понимаете? А теперь ревнивые садхаки, пусть сколько угодно, предъявляют претензии к группе Гасами, к этому Баладея Витя Бушина, Вишнадхи Чакратик и Дживы Гасами. Это уже не мои проблемы. Понимаете? Да. Почему Кришна не может дать кому-то то, что он хочет? Почему? Потому что у меня справедливость в уне страсти. И поэтому Кришна не имеет права. Я так решил. И по поводу этого мы устроим великий спор. Вот все. Потому что я работал и заработал, а этот заработал то же самое и не работал. Несправедливо, Кришна, у нас с тобой разборка будет. Вот все. Вот и вся наша логика. Понимаете? А у Кришны немножко другая логика. Он всех любит. И вот смотрите. Вот работают. Допустим, какое-то дело нужно сделать. Вот люди одни работали. А этот человек, допустим, он инвалид. Или там, допустим, у него одной руки нет. Вот он меньше может сделать. Вот наступило время обеда. Вы ему в два раза меньше дадите есть или столько же? Ну он же сделал в два раза меньше, правильно? Ну что он, коллега? Раз у него одна рука, может, у него полжелудка тоже. Давайте ему дадим половину. Такова наша логика. А у Кришны другая логика. Я работал четырьмя руками, один работал одной рукой, а получили одинаково. Ай-яй-яй, несправедливо. Я вот следую саддани-бхакти, мне полагается према-бхакти. А этот какой-то там работает, какой-то кормаёк. И он получает то же самое, несправедливо. Вот это наша логика, понимаете? А с чего мы взяли, что у Кришны такая же логика? А, ещё? Если нет, на этом мы закончим. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok